Я вас категорически приветствую, Алексей. Здравствуйте, Дмитрий. Расскажите, пожалуйста, кто вы? Меня зовут Алексей Пелько, я автор ютуб-канала Филипповский 13, у меня еще есть авторский телеграм-канал Пинта Разума. А, Дмитрий? Да, спасибо, я узнал, что вы на него подписаны, вы мне об этом сказали сегодня. Ну, и кроме того, я историк, я закончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова, там же закончил аспирантуру, зачитил кандидатскую диссертацию по такой актуальной ныне теме, как организация Североатлантического договора, изучал холубую войну и историю НАТО. Поговорим про нее. Да, пожалуйста. С чего начнем? Вы знаете, начнем с того, самый, наверное, интересный момент, что сейчас многие говорят о расширении НАТО, о том, что НАТО само расширяется, много волн расширения прошло, кроме того, есть какие-то планы, они озвучиваются периодически, что будет какой-то тихоокеанский дивизион НАТО, вот блок АУКУ в составе США, Великобритании и Австралии, там якобы может он стать дополнением к НАТО, другие планы. И вот самый такой, наверное, парадокс, что на заре своего существования подход был ровно противоположный. НАТО рассматривалось, в том числе и Соединенными Штатами, рассматривалось как строго региональная организация, которая вообще никогда не должна выходить за рамки Западной Европы. И в чем парадокс, что американцы так сильно упирали на эту концепцию, что в итоге влетели в конфликт с Францией. А Деголевская Франция хотела ровно противоположное. То есть, она хотела, наоборот, максимального расширения НАТО, распространения полномочий НАТО на Африку, на Тихий океан тогда, у Франции были там интересы. И в итоге получается, что НАТО, если так говорить, организация, которая постоянно меняла свое видение своего настоящего и будущего. Потому, что потом, после окончания Холодной войны, НАТО, наоборот, развернулось в обратную сторону и пошло расширяться. И вот интересно изучать вот эти вот такие неожиданные развороты, с чем они связаны, какой был расклад сил в НАТО. Принято считать, что Соединенные Штаты в НАТО абсолютно гегемон. Да. Ну, я вот как обыватель по-другому не вижу. Все под их дудку происходит. Это так. Только вопрос, как он, скажем так, имплементирует, уж не побоюсь, этого англицизма, как он реализует свою гегемонию. А ему периодически приходится сложно. Потому, что приходится периодически учитывать специфические интересы. Ну, в ту первую Холодную войну это была Франция, свои были, скажем так, заморочки у Западной Германии и даже у Великобритании. Приходилось постоянно лавировать и выстраивать некий общий консенсус. Сейчас, ну, может быть, в какой-то степени американцев несколько проще. Проще с тех пор, когда прошло несколько волн расширения НАТО, и в НАТО новом появилось то, чего не было в НАТО старым. Появилась так называемая новая Европа. В свое время бывший министр обороны США Дональд Рампсель сказал, что есть новая Европа. Она типа правильная. А старая Европа, она не совсем себя корректно ведет. И появилось такое как бы НАТО вне НАТО. А кто новая Европа? Это кто? Прибалтика? Это Польша, это Прибалтика, это Чехия, это Словакия. Страны советского блока. Да. И плюс Великобритания. Вот это интересно. А хорошая она почему? Потому, что там к власти приведены люди, которые устраивают США? Хорошая, потому что у американцев меньше проблем там с осуществлением собственного лидерства. И получалось такое вот, ну, если брать НАТО образца несколько лет назад, даже 10 лет назад, получается такая интересная конструкция. Группа по интересам США, Великобритания, Восточная Европа. И другая группа по интересам Франция, ФРГ. Я сейчас говорю о ситуации, когда еще в ФРГ была у власти Меркель, до нее был Шаредер, а во Франции была у власти Ширак. Даже в какой-то момент, помните, когда заканчивалась Вторая Иракская война в 2003 году, Франция и ФРГ стали блокироваться даже с Россией, говорить, даже в Петербург прилетели к Путину Шаредер и Ширака, сказали, что что-то было-то вообще, вы с ума сошли? НАТО, кстати, тогда отказалось участвовать во второй войне в Ираке. Они, как НАТО, туда не пошли. А тогда в сердцах Дональд Рамсель бросил такую фразу. Да что ж творится-то? Вот здесь нормальная Европа, она молодая, новая. А это ваша старая прогнившая Европа. Будем уметь дело с молодой. Какие-то у них шутки были про картошку фри. Что-то они там переназывались. Что французы забоялись, а мы герои. Такая же ситуация была и в первую холодную войну. Только группы по интересам вот эти были другие. Какие были группы по интересам? Там была конструкция чем-то проще, чем-то сложнее. Был блок США Великобритании. У них даже особый такой термин. Специальные отношения, special relationships, постоянно используются как определение. У нас особые отношения, прям особые. Союзнические. С тем, а у нас специальные совсем. Лондон – это Афины, где умные сидят, а Вашингтон – это где Капитолий, Древний Рим. И понимаешь, Греция – так они себе представляют. Ну, может быть, да. И была другая – Франция, Западная Германия. И поначалу-то американцы не нервничали, куда там Западная Германия денется. Наш контингент там стоит. Они повязаны тем, что мы гарантируем им безопасность. Без нас они… Банки все под ноги. Да. Самое главное, чем немцев-то брали – если вы будете как бы не с нами, не видать вам Восточной Германии как своих ушей. Так что вот слушайте о нас. Но ведь после появления такого фактора, как Деголь, который взял и стал выстраивать собственные отношения с ФРГ, американцы в какой-то момент стали нервничать. А нервничать они стали особенно сильно в 1963 году, когда был подписан Елисейский договор. Огромный договор о всеобъемлющем… Как сейчас такой термин появился? Его не помню, не используют. Инклюзивное партнерство. Оно мне не очень нравится, но такое всеобъемлющее, инклюзивное. Все включено. Все, да. All inclusive. И американцы посчитали договор, немножко удивились, говорили, вы вообще с кем дружите? Немцы сразу сказали, но мы и с вами, и с ними. Французы сказали, как? Вы же сказали, что с нами, а не с ними. И вот они побегали в этом треугольнике. И в итоге из ФРГ получилось… Вот я, например, свою монографию назвал государство балансир. Когда надо, она блокировалась с Францией каким-то вопросом. Если что-то там шло вразрез, она могла убежать в тот блок. В итоге НАТО колебалось постоянно. Идти вместе с Великобританией против блока ФРГ и Франции штатам было тяжело в годы той холодной войны. Потому, что Дегольд умел себя показать. Он, во-первых, мало того, что вышел из военной организации НАТО. Не из НАТО вообще. У нас часто говорят, Франция вышла из НАТО. Франция из НАТО не выходила. В НАТО есть деление на гражданскую структуру и военную. Франция вышла из военной организации НАТО и попросила американских военных из страны. И штаб-квартира, кстати, НАТО-то была не в Брюсселе изначально. Она в Париже была. И в Париже было перенесено Брюссель тогда. И все командования были принесены. Которые сейчас в Монсе находятся. Главное объединенное командование вооруженных сил НАТО в Европе в Монсе находится. Оно раньше было в каком-то французском, уже не помню, городке. Перенесено. Но и только. Они просто в таком плане свой суверенитет отстояли. А так-то Франция в политической организации НАТО осталась и никогда из нее не выходила. Вот Деголь такую норму свою показывал. И американцам было, ну, наверное, как они полагали неправильно, сразу идти в лоб и на Западную Германию, и на Францию. Тем более, что Деголь же умел во фронду, что называется, взял. В 1966 году приехал в Москву. Тут поцеловался с Брежнева, съедел в Москву, в Ленинград, Новосибирск. Ему тут страшно понравилось. Выступил, по-моему, даже чуть не с балкона Моссовета, будешь соврать, но это какой-то выступил с балкона москвичами. Дал гастроль. Даже по-русски что-то сказал. Кстати, вот система ПАЛСЕКАМ, она же французская. Мы тогда подписали соглашение с Францией. СЕКАМ. Французский СЕКАМ. И мы тогда сказали как? Ребят, мы не будем у противных англосаксов покупать передовые технологии. Мы купим у хороших французов. И сразу сюда пошло и французское кино. Отдувалась Франция и Италия за весь капиталистический блок. И Соединенные Штаты это видели. И они воспринимали это как эрозию, но эрозию понятную, потому что они НАТО вынуждены были гибко управлять. И вообще эрозия двух биполярных блоков, два блока, условно говоря, США и СССР, у каждого был свой блок, тут НАТО, тут ОВД. Эрозия была характерна как для тех, так и для других. Те мучились с НАТО. И с периодическим подпрыгиванием ФРГ, то они вправо, то они влево, то Вилли Брандт начнет какую-то новую восточную политику. И у нас проблема с Китаем была. У нас проблема с Албанией была. То есть, тут тоже была с Румынией. Постоянная проблема с Румынией. Потому что, когда, опять же, забегу немножко на не свою поляну, когда говорят, что Варшавский договор это монолит, и Советский Союз там железной рукой диктовал свои условия организации Варшавского договора, черт ТАС-2. Там такие проблемы были. Я по этой теме не являюсь исследователем, но кое-что все-таки знаю. Учился на СФАКе. И скажу, что, например, Румыния постоянно свою норов демонстрировала. По-моему, в 1958 году советские войска из Румынии были выведены. Например, их там не было, как и из Болгарии. И постоянно с Чаушеской у нас были проблемы. А ГДР, она была такая более просоветская, чем Советский Союз. Она во всем блоке, когда был какой-то вопрос или проблема, занявала позицию более радикальную, чем Москва. И говорят, что вы предатели дела коммунизма. Как так можно... Немцы серьезно подходили к вопросу. Они прям системно. И с Польшей постоянно были всякие вопросы. И там тоже такая была эрозия, и сложности. То же самое было в НАТО. Абсолютно то же самое. И главный, конечно, был вектор в НАТО... Вот в процессе этого всего явления такой эрозии НАТО, есть научный термин, называется «кризис доверия». Это калька на русский в англоязычной литературе. Два варианта. Либо «crisis of confidence», либо «credibility gap». Либо так, либо так. Что это означало? Что впервые об этом заговорили шепотом после Суэцкого кризиса 1956 года в НАТО, а уже в полный голос... Что там было в двух словах? Да, сейчас скажу. А в полный голос уже, когда пошла фронта де Голли. Что было? До 1956 года в НАТО, как в таком блоке с одним ярко выраженным лидером, не было больших проблем. Почему не было больших проблем? Потому, что все было понятно. Вот лидер. Остальные еще там, даже Франция, Британия и ФРГ не сильно восстановились после войны. Вот лидер. Он обеспечивает безопасность. Если уж совсем взять, как развивалась история НАТО в годы той холодной войны, совсем вперед запишать, что было понятнее. Изначально ведь не предполагалось, что НАТО вообще должно быть создано. 1945 год какой НАТО? Дружить против Советского Союза? Так что наши союзники. Так что война закончилась. Ну да, терки там есть у Сталина с Трумэном. Ну и чего. Первой блоковой ниточкой в Европе был вообще Дюнкерский договор 1947 года, где было всего два участника – Англия и Франция. И если почитать текст договора, там сказано так, что в случае обострения обстановки в Европе, будь то связано с Советским Союзом или с Германией, они рассчитывали, что Германия вдруг опять попрет вверх. Очухается. Да. Мы будем консультироваться. Это первая ниточка. Потом все это превратилось чуть позже, в следующем году, в 1948-м, в организацию, известную как Западный Союз. Не путать с Вестерн-Юнион, известной банковской системой. Западный Союз. Это те же Англия и Франция, плюс три страны Бенилюкса. И тоже явной антисоветской направленности не было. Все смотрели, а что, куда ветер падет? Ну, страшно, по одиночке-то. И на самом деле, что Великобритания, что Франция тогда, во второй половине 40-х, очень хотели затащить американцев в Европу на постоянной основе, чтобы, если что, обыграться с ними, если будет какой-то… Причем, опять же, все это истории тогда еще, в первые послевоенные годы, не было яркой антисоветской направленности. Были подозрения насчет Германии, вообще, ну, нестабильность. Как-то американцы, в принципе, всерьез раздумывали уйти из Европы после Второй мировой, как это было после Первой. И тогда, в 1945 году в Америке боролись изоляционисты, традиционные, с так называемыми интервенционалистами. И, кстати говоря, когда Вудро Вильсон отправил американские войска в Первую мировую воевать, он же вернул их обратно, изоляционисты тогда взяли верх. И в 1945 году не было никаких гарантий, что они снова вверх не возьмут. Но случилось вот это самое резкое обострение отношений между СССР и США, и случился первый берлинский кризис 1948 года. Вот это был Рубикон, когда стало понятно, конфликт в Европе возможен. Да, возможен. Понятно, что первый берлинский кризис был во многом спровоцирован западными союзниками, ведь конватом была какая? Они провели сепаратную денежную реформу в Западной Германии и ввели единую марку, и тем самым обрекли Восточный Берлин и Восточную Германию, то еще ГДР не было, просто на экономический кризис. И блокада Западного Берлина, которая предпринял Советский Союз, она велась чисто по экономическим причинам. Которые организовали они. Конечно, да. Их там памятники, кстати, стоят. Какой-то там воздушный мост, как сейчас. Воздушный мост, да. Почему он был возможен? Потому, что никаких независимых государственных территорий Германии не было. Не было ни ФРГ, ни ГДР. В 1948 году летать можно было куда угодно. Они вполне в своем праве, летали туда. Мы могли перекрыть сухопутную границу, а воздушное пространство общее, они летали. Тогда стало понятно, война, скорее всего... Ну, как бы, мы не думали, что скорее всего будет, она возможна. Как только в марте 1949 года блокада у Берлина заканчивается, СССР договорился с западными союзниками, все сняли, тут же апрель 1949 подписывается Вашингтонский договор о создании НАТО. Цель какая? Цель европейцев была затащить к себе в Европу западно-американский военный элемент. Цель американцев а вдруг действительно пойдет что-то нехорошее с Советским Союзом, он эту Европу вот так сомнет, и что мы с ним потом будем делать? Ну-ка, мы что-нибудь перестрахуемся на этот счет. Но это не организация была, это просто договор о коллективной самообороне был на тот момент. Вот именно на 4 апреля 1949 года Вашингтонский договор. А следующая реперная точка. Когда этот договор о коллективной обороне превратился в организацию со структурой, системой, когда что толчком послужило? И толчком послужила война в Корее. То есть, стало понятно, что не просто может быть какая-то война, а вот такая война. Три года, кровавое побоище, значит, уровень... Я сейчас тоже на этот цифр проявить, но у меня в голове так броет такая цифра, что, по-моему, Соединенные Штаты потеряли сопоставимо войне в Корее с потерями во всей Второй мировой войне. Примерно сопоставимо. Да, это цифра одного порядка. Не знаю, где там чуть больше, где чуть меньше, но это цифра одного порядка. Три года. И, в общем, стало понятно, что если уж такое будет в Европе, то надо иметь структуру, силы, планы обороны, организацию. Ведь НАТО, как договор, была в Вашингтоне создана в 1949 году, а генсек первый НАТО, лорда Исмей, появился только в 1952. Не быстро. Через три года. Не быстро. Вот весь этот 50-й год, 51-й, если взять архив НАТО, а мне довелось там побывать, что я, будучи аспирантом, в 2002 году написал по электронной почте на сайте НАТО.Инт. Здравствуйте. Я вот тут в МГУ учусь. А можно в архивные документы посмотреть? Через две недели пришел ответ. Ну, если сами приедете за ваш счет, пожалуйста, мы пропуск вам выпишем. Там была такая, не знаю, как сейчас, NATO Reading Room, то есть такой архив, весь архив цифром уже тогда, 2002 год, все переведено в PDF. Это там не в иностранку историческую ходить и Ленинку с каталогами. Нет, ты заходишь, включаешь компьютер, вводишь ключевое слово, раз, все документы, рубрикатор тебе, и ты смотришь вот сюда, все стенограммы. Когда я туда попал, в 2002 году все документы с 1949 по 1965 были деклассифицированы, то есть рассекречены. Кое-что замазано замазкой. На сканах какие-то названия, иногда фамилии, но, кстати, не так уж много. И отдельные документы за 1966 и 1967 тоже были рассекречены. Это позволило посмотреть всю картину, и там в архиве видно, что 50-е, 51-е, 52-е, они ведут мучительный процесс статуса военнослужащих. Например, какой статус имеют британские военнослужащие в Германии? Что им можно, что нельзя? То, что это бюрократическая машина, все описывала. Где какие дивизии, где какие штаб-квартиры должны находиться. И где-то к 1952 году структура сложилась более-менее через три года. Она сложилась, и, конечно, тогда соотношение сухопутных сил в Европе было для НАТО чудовищное. Тогда, конечно... Не в их пользу? Да, в нашу пользу, по-моему, раз в пять. Пять к одному. Потом они до трех к одному довели. Я всегда вспоминаю. При советской власти мне говорили, что у нас только десантно-штурмовых бригад больше, чем все войска Бундесвера. В ралли, наверное, но картина... В ралли. В какой-то момент у нас была группировка 600 тысяч. В ГДР только. Я там жил. И наблюдал все воочию. Очень много было в нашем городке. Ходили рейсовые автобусы. Когда я был в Потсдаме в нулевые годы, еду с немецким таксистом, а он мне говорит, что раньше тут много русских было. Вообще жители Потсдама было 40 тысяч, а русских военных 45. Жалко, это уехали хорошие ребята, тут сервис обеспечивали, доплатили кофе, рестораны, магазины, покупки. И вот такая ситуация с таким разрывом с сухопутными силами. Американцы... Они буквально что-то в районе 7-8 дивизий могли всего обеспечить постоянное нахождение в Европе. Это вообще ни о чем. Как они компенсировали это ядерным оружием? Першинги. Точно не было першингов. Размещение ядерных... Это еще как в начале 50-х годов. Тогда они там устраивали склады ядерных бомб. И американская доктрина ядерная – это бомбардировщики. У нас же разные триады. У нас упор в триаде на МБР, а межконтинентальная дебритическая ракета у них на стратегическую бомбардировочную авиацию. Б-52 все время вдоль Советского границ летали. И когда говорят некоторые товарищи, посмотрите русские стратегии, какие старые Ту-95МС, надо сказать, что Б-52 ровно несколько лет древнее этого самого Ту-95МС. А что там все, но электроника другая, все другое. Там только корпус. Так вот, они это компенсировали чем? Ядерным оружием, конечно же. И сразу же, чтобы союзников успокоить, союзники же говорят, а что вы так мало привезли? Там какие-то 8 дивизий. Вы что, дураки, что ли? Сейчас эти навалятся, у них только 20 дивизий в первом эшелоне, а там еще 20, еще 20. А еще мобилизуют, еще пригонят. Что делать-то? Говорят, спокойно, сказали американцы. У нас есть доктрина массированного возмездия. Поскольку англоязычной литературы по этому вопросу больше, я буду не выпендриваться, что я знаю английский, а говорить как-то как бы в английском. Это massive retaliation, массированное возмездие. Что это такое? Это доктрина имени Джона Фостера Даллес. Она гласила, как только русские переходят в наступление на тактическом даже уровне, все сразу, что у нас есть ядерное оружие, мы наносим по Советскому Союзу массированный ядерный удар. Сразу всем. Никакой лестницы скалаться, вот перешли, бам. Даже появился такой термин «проволочная стратегия», по-английски tripwire strategy. Это означает, что до батальона, да, чуть-чуть, там пограничный инцидент, еще ладно. Но как только серьезное вклинение тактическое, вот тебе проклятый супостат, мы обрушим все. Доктрина массированного возмездия, понятно, почему тогда было эффективно. Мы ведь на заре холодной войны здорово уступали американцам в ядерной компоненте. Я забегаю вперед, приду данные, например, даже в годы Карибского кризиса, а это уже 1962 год, 1 к 17 в пользу американцев по ядерному оружию. 1 к 17 примерно, да. А тогда еще было намного больше. Более того, у нас еще на начало 50-х не было таких ракет межконтинентальных, баллистических. Почему американцы спутника испугались в 57-м? Не то, что там кто-то летает и бибикает. Значит, у русских есть тяжелая ракета, способная достать любую точку Земли. Все. Потеря стратегической неуязвимости. А тогда, значит, в начале 50-х такого и не было близко. Тогда мы могли нашим ядерным оружием максимум достать до Европы, до Японии, или через полюс в один конец отправить наши самолеты, чтобы они там бросили бомбы, героически погибли. Все. У нас больше не было возможностей. И тогда такая доктрина массивного возмездия работала и успокоила европейцев. Европейцы понимали, что если русские придут, они сразу получат, и их всех накроют там. Ну, и русские это тоже понимают. И русские это тоже понимают. Мы компенсировали то, что мы уступали в ядерном оружии, огромным превосходством этих танковых клиньев, сухопутных армий. Но все стало меняться. Во-первых, в 57-м году полетел спутник. А во-вторых, что касается НАТО. Вернемся к теме НАТО. Подошло очень важное событие. Суэцкий кризис 1956 года. Это Ближний Восток, но он имеет отношение к НАТО самое прямое. С него и начинается этот самый кризис доверия в НАТО. Почему? Англия и Франция, не спросясь Америки, сами, между собой, устроили вовлеки туда Израиль, втроем и решили отбить у египтян Суэцкий канал. Для того, что Гамаль Абдуль-Нацер его национализировал, национализировал компанию Суэцкого канала. Он ее еще за несколько месяцев, чуть ли не за полгода до Суэцкого кризиса, который был в октябре 1956, национализировал. Вон шли дебаты, все капиталисты нас рассуждали. Социалисты говорят, какой молодец, правильным путем идет товарищ. Он его национализировал. И тут неожиданно октябрь 1956 года с Кипра идет армада, операция мушкетер, англо-французский десант готовится. Они как хитро разыграли. Израиль атаковал Египет, выбил египетские войска Суэцкая и стал рваться к Суэцкому каналу. Англия и Франция сказали, господи, что боже мой, важная международная артерия под угрозой. Надо срочно там разместить нейтральные войска. Наши. Наср сказал, что обалдели, ребят. А тогда сказали, ах, не хотите, мы возьмем все силы. И началась англо-французская интервенция в Зуну Суэцкого канала. С детства помню смешной советский анекдот. Первый великий полководец Белл Котозов заманил французов под Москву. Подождал, когда грянут морозы и всех перебил. Второй великий был товарищ Сталин. Заманил в Сталинград. Подождал, когда морозы жахнут и всех немцев перебил. А третий великий полководец – это Гамаль Абдельнассор. Заманил евреев на Нил и ждет, когда ударят морозы. Это, в частности, имеет свою правду этот анекдот. В итоге что получилось? Французские войска стали захватывать зону Суэцкого канала. Пошли в бои, в Порт Саиде, в Исмаиле, в Суэце. Советский Союз сказал, вы что, вообще обалдели? Кстати говоря, про советскую пропаганду. Когда я изучал эту историю, я, будучи аспирантом, пришел и прочитал всю подшивку газеты «Правда» в историческом Старосарском переулке в Москве за 56-й год. С 1 января по 35 декабря. Все номера. Меня трясло неделю. Я еще был гораздо моложе, чем сейчас. Позыв «Бить империалиста» был в башке. Прорывал, сволочь, думал я. И только через неделю отошел. Такое воздействие яркое, образное. Ты постоянно каждый день по 6-8 часов читаешь газету «Правда» и сразу в концентрированном виде. Это как наркотик бьет. Про это был советский антисемитский анекдот. Как едет автобус, стоит товарищ майор. Возле него стоит еврей. Товарищ майор ему говорит, сойди с ноги. Я не могу, меня толкают. С ноги сойди. Не могу, тут тесно. Он говорит, даю тебе ровно одну минуту. Сойди с ноги. Иначе в морду получишь. Тот стоит. Минута прошла, как дал ему по морде. И тут пол автобуса на несчастного еврея набросилась. Давай его бить. Суд. Все, естественно, привлечены. В чем дело? Почему набросились на несчастного еврея? Ну, я что? Я еще сижу газету, читаю. Еврейские танковые клинья рассекают Синайский полуостров. Я посмотрел военные часы, глянул, как дал ему в морду. Я думал, по всей стране начал. Тогда богато, с шутками был. Да, но это же события 1967 года, видимо, шестидневной войны. А это раньше. Там все-таки четыре классические арабо-разаевские войны. Как считать? Да, про то, что газета играла огромная роль. Газета огромная. Да, это реально. Это чувствуешь. Так вот, Советский Союз говорил, что это такое. Булганин, тогдашний глава советского МИДа в газете «Правда» написал. А если бы вот на саму Англии кто-то более технически подкованно напал с ракетно-ядерным оружием, не называя, кто это такой. Но самое главное, США заняли точно такую позицию, как Советский Союз. Осудили СССР, но при этом сказали, действия Англии и Франции неприемлемы. Войска должны быть немедленно выведены из зоны Советского канала. Что за самодеятельность. Да, почему? Потому, что для англичан и французов вскрылась тогда во время советских событий неприглядная правда. Какая? Первое, что США будут их безоговорочно поддерживать только в Европе. А за пределами зоны ответственности НАТО каждый сам за себя. Это первое. А другое было куда более важное. США, как и Советский Союз, имеют в своей политике сильнейший антиколониальный трек. И в этом они блокируются Советским Союзом. Советский Союз увлечённо валил британскую и французскую колониальные империи, желая видеть новые независимые страны в рядах социализма. Союзные Штаты увлечённо ввалили британскую и французскую империю, желая открыть новые рынки и получить доступ к ресурсам. И тут тактически интересы Москвы и Вашингтона полностью совпали. И англичане, и французы... Ведь тогда был Энтони Идден, премьер-министром Англии, один из соратников Черчилля. Прекрасное отношение имевшее с американцами. Идден сказал, как же так? А мы сказали, что вы хотели. Вы же нас предупредили, когда всё это начинали? Нет. Вы с нами посоветовались? Нет. А что это мы должны вам безоговорочно помогать? У нас, например, всё в порядке с Арабским Востоком. Это у вас проблемы, идите решайте их сами. И увидев, что Советский Союз Хрущён тогда заявил, мы не будем препятствовать отъезду добровольца в Египет. Плюс ввязаться всё-таки тогда Египет был не 100 миллионов, как сейчас, а 40 миллионов стран. Тоже ввязаться туда во все эти бои, в городской застройке, чёрт-то его знает, что будет. Плюс, конечно, в арабском мире позиции англичан-французов стали шататься за сей этой историей. И поддержки США нет. И ушли. То есть, такой хлопок, что называется, по щеке Англии и Франции. И тут возникло понятие... А в Советском Союзе запели песни. Напиши мне, мама, в Египет, как там Волга моя живёт. У меня соседи воевали везде. Да, воевали. Но в 56-м году гораздо меньше. А вот уже в 67-м, а вот уже в 73-м самая главная и такая мощная израильская война – это события осени 73-го года. Но об этом речь впереди. А здесь что произошло? Что Англия и Франция предъявили претензии. США сказали, да вы сами виноваты. В НАТО – да. Если бы в Европе, да, мы тут. А там вы... И появилось понятие кризис доверия. И возник у головы европейцев закономерный вопрос. А если они так поступили там, а русские начнут серьёзно в Германии, а будет американская поддержка или нет? Тем более к этому времени спутник пошёл, 57-й год, стратегическая неудивность в США, её больше нет. Советская ракета одна, но долетит. Там тоже пара мегатонн мало не покажется. То есть, возник тогда, впервые после Суэза, возник очень важный вопрос. Будут ли Соединённые Штаты рисковать своим существованием как государство ради защиты Западной Европы? И однозначно на него ответить европейцы не могли. Но тут керосина в огонь плеснули ещё сами американцы. Что они сделали? Американцы, увидев, что Советский Союз начинает стремительно продвигаться в части ракетно-ядерного вооружения, подумали, оно нам надо, пограничный инцидент, обмен ядерными ударами, и разошлись навсегда. И появилось желание у американцев сменить военную доктрину, уйти от доктрины массированного возмездия и перейти к другой доктрине, которую они назвали гибкое реагирование. Flexible response. Что это значит? Бьёмся докуда возможно обычными вооружениями, видим, что проигрываем, применяем тактическое ядерное оружие, видим, что не помогает ограниченные ядерные удары. Ну, видим, что всё плохо, и русские, в конце концов, борзели. Вот вам сволочи. Ничего больше не будет. Европейцы в шоке пришли от этого. Вы хотите сделать Европу полем боя, сказали немцы и французы. Врехнулись. Мы-то рассчитываем на вас как щит. Какой-то щит. Вы там воюете, пока все не сдохнете. До последнего европейца, да? А потом, может быть, будет что-то. Что-то мне это напоминает. Ну, да. Есть исторические аналогии. Вот. И нет категорической. Американцы – люди серьёзные. Они в 53-м или 54-м приняли доктрину массированного возмездия на вооружение. В НАТО она была принята официально в 59-м. Потом США в 61-м приняли доктрину гибкого реагирования у себя на национальном уровне. Стали продавливать. Давайте сделаем в НАТО такую же доктрину. Фиг вам, сказали Деголь и Аденауэр. Не пройдёт такая фишка у вас. Мы не согласны. Нас устраивает массированное возмездие. А Деголь ещё сказал. Ах так? Вы не хотите нас прикрывать своим ядерным оружием? Я своё сделаю. И 60-й год. Испытание в Алжире на полигоне Реган. Взрыв французской ядерной бомбы. Франция становится четвёртой ядерной державой мира. После тогда были США, СССР, Великобритания в 52-м году. Франция в 60-м. Дальше уже Китай, 64-й и все остальные. Всё, мы ядерная держава. И тут американцев стала другая дилемма. А ведь действительно, если мы их ядерным оружием гарантированно не прикроем, начнётся расползание ядерного фактора. У французов своё оружие. Там немцы подумают. Там ещё кто-то. А потом, не дай бог, у них конфликт с русскими. И они по ним врежут. Не мы, а они. Русские ТП нам ответят. Тут как срочно это всё централизовать? И американцы после Суэца, начиная со второй половины 50-х и в начале 60-х, они в НАТО выстроили такую стратегию. Надо этот кризис доверия порешать. Как мы порешаем? Мы, с одной стороны, заставим европейцев уйти с массированного возмездия на гибкое реагирование, а ядерное оружие централизуем. Пусть будет общее командование НАТО, чтобы никто там своевольно не мог кнопку нажать. И, скажем так, вот идея, что с ядерным оружием надо поступать как-то централизованно, она ещё больше укрепилась в голове у администрации Кеннеди после того, как случился второй Берлинский кризис со стеной, а ещё больше после Карибского кризиса 62-го года. И именно когда закончился Карибский кризис 62-го года, декабрь 62-го, встреча британского премьера Макмиллана и Кеннеди в Нассау на Багамских островах, и там товарищ Кеннеди, ничтоже сумнявшись, говорит Макмиллану, слушайте, а давайте вы от своей доктрины ядерной, которая основывалась на том, что в Британии есть некое количество стратегических бомбардировщиков с ракетами, откажетесь, купите у нас ракеты Polaris и разместите их на подводных лодках, и вообще всё сделаем централизованно, и ещё Францию к этому делу подключим. Макмиллан был несколько ошарашен, но не сказал в итоге ни да ни нет, формально какое-то соглашение я подписал с условием, я на это соглашусь. Если Деголь согласится, понятно было, что Деголь на это не согласится, в Париж отправились американские переговорщики, Деголь был в ярости, и сделал американцам и вообще своим противникам в Европе пакость. В январе 1963 года он выступил, сказал, что этот проект, который американцы выдвигают, а он получил название многосторонних ядерных сил, по-английски Multilateral Nuclear Forces. MLF, у них аббриатура, у нас МИАС обычно пишут, да. Это нам неприемлемо. Вы тут на наш потенциал не покушаетесь. Мы три года как единственная держава, а заодно англичане, раз вы там междусобочек с американцами сделали на САУ, я блокирую ваше вступление в ЕС. Тогда не был не Европейский союз, а Европейское экономическое сообщество, я блокирую. Это первая знаменитая Дегольевская вето 1963, вот еще вторая 1968. Ну, тут как бы стало понятно, идет раздрай. И Деголь стал американцев бомбардировать. Он вначале действовал, скажем так, келейно. Он еще Эйзенхауру в 1958 году, когда пришел к власти, писал письма, секретные письма, которые уже, в общем-то, есть опубликованы, это уже не секрет. Он писал Эйзенхауру, по-моему, два письма он написал, и Кеннеди одно письмо он написал. Говорит, давайте, раз мы союзники, в НАТО создадим триумвират. США, Англия, Франция. У каждого право вето относительно политики НАТО, и будем этой НАТО управлять. А что Эйзенхауру, что Кеннеди отвечали ему? Ну, а как остальные союзники? У нас же демократия. То есть, не могли бы сказать «нет». А что подумают бельгийцы? А что подумают итальянцы? А что подумают западные герои? Почему только трое? Деголь прекрасно понимал, что это просто отговорки, и говорил, ну, не хотите, ну, ладно, пеняйте на себя. И в конце концов Деголь сказал американцу, либо вы эту вот идею с гибким реагированием выбрасываете на помойку и отцепитесь от наших национальных эдерных сил, мы их не будем ставить, ни почти контроль, ни НАТО, никого. И тогда мы как-то вырабатываем общий концессус НАТО, или, знаете, я куда-нибудь денусь от вас, тем более, что вы ведете себя не вполне правильно, американцы много пакостей французам в Алжире, во время войны в Алжире сделали, которая в 62-м году закончилась, да, потом у них пошли с американцами очень конфликтная история, когда американцы во Вьетнаме воевали, тогда наоборот, Деголь говорил, что же вы делаете? Вы нас оттуда выдавили, а сами пришли. Проигрывайте там, вот так вам и надо. Ничего у нас выдавливать, да. И чем все закончилось? С тем, что Деголь поднял накал, да, вот страстей в НАТО до немыслимого какого-то градуса, особенно когда в 63-м году подписал Елисейский договор, такое большое всеобъемлющее партнерство с ФРГ, ФРГ долго оправдывалось перед американцами, понимая, что нет, вы-то наши главные, а французы тоже хорошие, да. Не это имели в виду. Не это имели в виду, и в итоге НАТО к середине 60-х представлял собой такой рыхлый конструкт, когда был блок США в Великобритании, и был блок Франция-Западная Германия. Но при этом Западная Германия все металось, то к Франции, то к Англосаксам, то Франции, там вот так, в зависимости от ситуации. По вопросам обороны в Европе, она, кстати говоря, предпочитала консультироваться именно с Францией. Деголь французские войска, которые были в Германии, из подчинения НАТО вывел, и договорился с Эдонуаром напрямую, что они будут там все равно находиться, но в рамках как бы двустороннего соглашения ФРГ, а не вне НАТО, да. И вообще конструкция была рыхлая, и в какой-то момент американцы вздохнулись с облегчением, только когда Деголь взял и сам вышел из военной организации НАТО. То есть, это избавило их от проблем, потому что он мутил вот вот здорово, да. Он вышел из военной организации, штаб-квартира НАТО уехала из Парижа в Брюссель, значит, все структуры НАТО уехали, в основном, туда же и в Бельгию, стало проще. Так вот, этот период кризис доверия, там-то, в принципе, современная НАТО, та НАТО, которая дожила до конца Первой Холодной войны, она в том состоянии была. Франдирующая Франция, которая вышла из военной организации, мечащаяся между Францией и блоком США или капиталью ФРГ, плюс добавилась разрядка, плюс ведь, когда Франция вышла из военной организации НАТО в 66-м году, НАТО поняла, что она еще как-то выстраивает отношения с Восточным блоком, то есть с нами, и в 67-м году появилась так называемая доктрина Армеля в НАТО, это по имени французского министра Пьера Армеля. Суть была в чем, что давайте все-таки серьезно рассмотрим сигналы, идущие со стороны Советского Союза и социалистического блока о каком-то там формате мирного сосуществования. Это совпало с тем движением, которое было в Советском Союзе, а в СССР была такая яростная борьба как раз в 66-м-67-м годах по поводу того, какой курс выбрать. И еще не было ясно, например, в 66-м году, когда готовилось заседание политического консультативного комитета Организации Варшавского договора в Бухаресте, было два доклада. Один доклад альтернативный подготовил Шлепин тогда, и его показали Брежнему, он удивился, там было написано, давайте восстанавливать отношения с Китаем, давайте прекратим критиковать Сталина, давайте ляжем на галст борьбы с империализмом. И был, собственно говоря, другой альтернативный взгляд, среди людей, которые антишлепинский взгляд излагали, был Андропов в частности, Андропов, кстати, один из самых горячих сторонников выстраивания отношений с Западом, и шла борьба, закончилась она только как в 67-м, когда Брежнев принял решение. Шлепина отправили на другую должность, на профсоюзы, и окончательно был сделан выбор в пользу разрядки. Это совпало удивительным образом в 67-м год. В итоге в 66-м году заявление политического консультативного комитета ОВД было как раз таким благоволящим разрядки, то есть мы готовы, и в 67-м году СССР окончательно ложится на галст разрядки, и в НАТО то же самое, в 67-м год. Все, они пошли договариваться, 70-е годы разрядка, новая восточная политика, договоренности об ограничении стратегических вооружений, первые визиты Брежнев в США, Никсон сюда, и так далее, и тому подобное. И вот это НАТО, оно такой конструкции хранило, и даже так называемое второе издание холодной войны, Рейденовское, когда в 79-м году что-то пошло не так, появился этот ракетный кризис, появился с двойным решением НАТО, по першингам, кстати, которого вы упоминали, и вот советских войск в Афганистан, и неудачная история в Иране у американцев. Тогда был такой короткий всплеск второго издания такой яростной холодной войны, потому что по накалу события 80-85 года напоминают прям 50-е годы, и потом все опять схлынуло. Вот с таким багажом НАТО подошла к 91-му году. Как строго региональный военный блок, американцы не хотели видеть в НАТО ничего иного, кроме как такой региональный военный блок в Западной Европе, и все. Но у них ведь были другие блоки, о которых сейчас гораздо меньше известны, кто сейчас помнит про такой блок как СЕНТО, организация Центрального договора, кто помнит такой блок как СИАТО, организация СИАТО. Этот знал. СИАТО, а был еще СЕНТО. Если вы посмотрите, НАТО смыкалось с СЕНТО и СИАТО, как единая такая анаконда на юге, опоясывающий Советский Союз. Это делалось за счет государств, которые были в двух блоках одновременно. Турция входила и в НАТО, и в СЕНТО. Пакистан входил и в СЕНТО, и в СИАТО. И получался такой единый блок. В центре это Турция, Иран, Ирак и Великобритания. Это СЕНТО, США туда не входили. Но когда Ирак вывалился, это назывался Багдадский пакт, но революция 1958 года в Ираке, СЕНТО, сейчас немножко сумбурно скажу так, что следующий блок после НАТО, НАТО было создано в 1949-м, следующий блок американцы создали в 1954 году, это был СИАТО, Манильский договор в Юго-Восточной Азии. А в 1955-м создали СЕНТО, Central Treaty Organization, Организация Центрального договора. Турция, Иран, Ирак, Великобритания. США формально не входили, но помогали. 1958 год революции в Ираке, Ирак вываливается. Тут же для поддержания СЕНТО вводится в действие доктрина Эйзенхаура, и американские войска идут в Ливан, а английские в Иорданию, чтобы подкрепить упавшие позиции Запада после советского кризиса. Потом оттуда войска убрали, а сама организация из Багдадского пакта после выпадения Ирака была приименована в Организацию Центрального договора. Ну, и добил СЕНТО Иранскую революцию. Шаха свергли в 1979-м, всё развалилось. И тогда же примерно, по-моему, в конце 70-х, по-моему, в 1977 году и СИАТО тоже развалилось. А так был вполне себе интересный блок. И из этих реликтов дополнительных к НАТО блоков в какой-то момент дожил организация формально нераспущенная, но после заморозки вне членства Новой Зеландии формально существующая – это Анзюс, США, Австралия, Новой Зеландии. В 1986 году Новая Зеландия членство заморозило всё это, но сейчас же её воссоздан полный аналог – Аукус. Практически вот что-то такое. Ну, бог с ним, это дела другие. Вот НАТО в таком виде дожила, было вот такие вот три крепкие региональные организации – НАТО, СИАТО, значит, как 10 негритят, да, первый негритёнок свалился в Юго-Восточной Азии после поражения в США в войне во Вьетнаме. Цель-то СИАТО была какая? Не допустить прихода коммунистов власти во всём Вьетнаме и удержать ситуацию в Индокитае. Теория доминоизенхаура – пойдёт Южный Вьетнам, всё посыпется. Удержать. Не удержали. Блок развалился. Функция СИАТО была какая? Сохранить западное влияние на Ближнем и Среднем Востоке. Тут опять история с негритятами. Ирак выпал в 1958-м, Иран выпал в 1979-м, ликвидировали. А осталась одна НАТО. Вот осталась она. И неизвестно, что с этой НАТО бы стало, если бы мы не протянули им руку помощи в лице распуска Организации Варшавского договора и потом демонтажа Советского Союза. Что выглядело, конечно, абсолютно дико с точки зрения, вот если чисто с академической точки зрения анализировать мировую политику, как просто какая-то необъяснимая односторонняя уступка просто раз и всё. Покончили с собой. Покончили, да. Ну, вот почему-то решили... Сколько миллиардов люди тратили на развал? Никакого толку. Стоило одному особо грамотному забраться наверх, всё просто как карточный... Ну, это удивительно, потому что на самом-то деле, когда многие говорят про экономические причины, про то, про это, да, в принципе, при всём очень серьёзном кризисе советской экономики, она прекрасно могла держаться хоть сколько угодно, сколько надо. Тут был вопрос контроля над информационным пространством и политического контроля. Но надо сказать, что ведь это не просто так... Прошу прощения. Осип немножко. Я хочу сказать вот что. Ведь курс на демонтаж ОВД и СССР, он же является прямым следствием курса СССР на разрядку на самом деле. Ведь даже в 70-е годы и в академических исследованиях, и в закрытых экспертных исследованиях ходили такие вот понятия. Давайте превратим биполярную систему в диполярную, что означает не противостояние двух полюсов, а, скажем так, координация ими политики. Смысл разрядки, что мы с американцами уходим от противостояния, консультируемся в спорных случаях, координируем свою политику. Конвергенция. Так это называли? В экономике это называлось теорией конвергенции, которую в частности Примаков продвигал, в том числе не только он, конечно, теорией конвергенции. Давайте дружить. Ну, да. Знаете, здесь можно найти и логику, и антилогику при желании. Тут кто как относится. Но суть в том, что это был сознательный курс, который шел еще от борьбы Шелепина и Андропова в политбюро при Брежневе. Вот тогда, в 1966-1967 годах, и решалось, что делать. Замириться с Китаем, пока Китай не отскочил к американцам после визита 1972 года Никсона и Кислинжера в Пекин. Можно было восстановить отношения. Или взять и попытаться в отместку как-то, не то что задружиться с Западом, убрать конфликт. Да, мы разные, у нас разные интересы, но мы готовы координироваться и обсуждать не как союзники, а как партнеры. СССР и Запад партнеры, не союзники. И, собственно говоря, это же курс, который тогда начинался, 1966-1967 год. Разрядка, досадный перерыв в виде этого рейгановского всплеска, и в принципе же Горбачёв, мы про НАТО говорим, но если говорить в целом картино анализировать, Горбачёв просто продолжал тот курс, который был заложен в 1966-1967 году, в 1970-е, который был прервался во время второго издания войны холодной при Рейгане, он его продолжал. Другое дело, что он управленец был, видимо, так себе, и неизвестно, как бы, если бы на его месте был Андропов, например, неизвестно, как бы всё дело повернулось, но повернулось, как повернулось. И тут перед НАТО встал выбор, да, что дальше-то делать, противник взял и исчез, да, значит, и нет его. И войска увел из Германии. И войска увел из Германии. Бесплатно, это очень немыслимо. И объединил Германию, и согласился, что ГДР будет... Бесплатно. Практически, да, и согласился, что ГДР, значит, войдёт фактически в состав ФРГ, войдёт, и объединённая Германия будет в НАТО. И согласился на устное обещание, что НАТО не будет расширяться. Действительно, кстати говоря, если бы после распуска ОВД остался Советский Союз, я полагаю, что решения НАТО бы не было, если бы именно СССР остался. Но ведь как аргументируют на Западе? Ну, мы же Советскому Союзу-то давали обещание. А вы кто? Вы Российская Федерация. Вы не Союз Советских Социалистических Республик. Извините. Поменялась обстановка. Это мне сразу напоминает типичные уголовные шутки и споры. Задается вопрос, ты какого года рождения? Ну, там, условно, 56-го. Спорим, что нет? Спорим. Доставай паспорт. Достаёт паспорт, а там написано 1956-го, и ты уже проиграл. И сейчас тебе нехорошо будет. Всё чисто по понятиям. Это Советский Союз был, а вы нет. Какие претенды? Я думаю, всё-таки, что если бы именно Союз удержали как государство, Соединённые Штаты не рискнули бы эту игру играть. Да, видимо, не из-за чём. А тут и потом. Ведь оно не сразу стало расширяться. Были моменты. Когда именно СССР распался в декабре, в 92-м году никто серьёзно о расширении НАТО на восток не говорил. Когда стали говорить? Серьёзно, всерьёз прям стали обсуждать. 94-й год. Первое чеченское. Мы показали слабость наших вооружённых сил. Слушайте, они потеряли четверть территории, половину населения. У них армия не может какими-то бандитами в горах справиться. Вы что? Вы с ними хотите вести стратегический диалог о безопасности в Европе? Будь они силой, мы с ним, конечно, договорились, роли бы распределили. Вы с кем хотите вообще говорить? С дряхлым стариком умирающим? Мы же не знаем, что с ними там будет. Может, у них гражданская война начнётся завтра? Давайте приблизимся к ним, если что там, ситуацию... Хотя бы огородиться. Ну, как-то, да. И это сыграло свою роль. Всерьёз в НАТО стали вестись разговоры именно всерьёз в 94-м году. А такое уже политическое решение – это, скорее, 96-й год Берлинской конференции. Ну, в Берлине была встреча НАТО. Был решение. И тогда, конечно, Россия занервничала. И тогда Примаков полетел договариваться. Подписал знаменитый основополагающий акт, Founding Act, Россия-НАТО, 97-й год, где мы не могли остановить расширение, но мы договорились о двух вещах. Что на территории новых стран-членов НАТО не будет ядерного оружия и не будет постоянных военных баз. Постоянных. Как американцы обошли это в начале нулевых, я сейчас скажу, они изящно обошли. Окей. Временные, пожалуйста. Учения, пожалуйста. Согласованные, обмен информацией. То есть, фактически, мы предполагали, что новые страны-члены НАТО не будут интегрированы в военную структуру НАТО, а будут просто иметь некий договор с НАТО, который обеспечивает их безопасность. Инфраструктура нет, постоянных баз нет, ядерного оружия нет. Ну, какой-то минимум отбили. Плюс партнерство, плюс Совет Россия-НАТО, который туда пункт о нем в этом основополагающем акте был включен, а в 2002 году он реально заработал после встречи Путина, Берлускони и Буша на базе практик Демаре в Италии. Он действительно стал работать и работал до последнего времени. Но что произошло? Инфраструктура пошла вперед. А как она пошла? Американцы стали говорить о ракетной угрозе со стороны Ирана. И стали ставить свои базы в Польше, потом хотели в Чехию, в итоге поставили в Румынии базы противоракет. Но эти установки легко трансформируются, из них можно стрелять крылатыми ракетами. И когда мы стали задавать им вопрос, а как же основополагающий акт, что ответили американцы? Это же НАТО касалось. А это двусторонние отношения. США-Польша, США-Румыния. Отлично. И вообще против Ирана. А что вы волнуетесь? Вот Иран возьмет и стрельнет. По нам, по Европе. Что нам делать? И все наши предложения. Давайте используем РЛС в Армавире. Давайте создавать на стратегическую ПРУ. И тогда, в начале нулевых, зародилось первое обоснованное сомнение, что нас так и кинули. Причем конкретно. На стратегическом уровне. И, кстати говоря, нынешняя война на Украине выросла из этого. Она выросла напрямую из этого. Помните, декабрь 2021 года наше предложение в НАТО и в США о том, что откатитесь в плане военной инфраструктуры до 1997 года, давайте там подпишем условия, четкие, обязывающие. Было же три раунда переговоров, переговоры велись в Женеве, в Вене на площадке ОБСЕ, в Брюсселе, штаб-квартире НАТО. И только когда нам отказали, произошло то, что произошло. Тогда зарождалось. Это же натурально. Как в анекдоте, на третий день Зоркий Сокол заметил, что в тюрьме нет одной стены. Ну, примерно так, да. И дальше пошло-поехало. Первая волна расширения НАТО была 1999 год, небольшая, Польша, Чехия, Венгрия. Кстати говоря, вошли туда, а не в НАТО под гром войны в Югославии. Потом была масштабнейшая волна расширения НАТО в 2004 году. Туда вошли Словакия, Словения, Румыния, Болгария, все три прибалтийские бывшие советские республики. Ну, дальше уже помелочнее расширялись. Вот расширено, да. Ну, расширились хорошо, но они же фактически не выполнили даже то, что пообещали в 1997 году в основополагающем акте. Пошла расширяться военная инфраструктура. Но такое решение о том, что НАТО из региональной организации будет превращаться в глобальную, оно было еще в 1991-1993 году неявным. Сыграло несколько факторов. Исчез не только ОВД, но и Советский Союз, и второе, мы очень сильную военную слабость продемонстрировали в Первую Чеченскую войну. Вот и все. Может быть, если этих факторов не совпало бы и не было никакого решения. И сейчас НАТО, конечно, уже другое НАТО. Нельзя сравнивать НАТО это с НАТО тем времен Холодной войны. Потому, что она много больше. Это раз. Во-вторых, оно себя примеряет на себя, как мы так, роль глобальной организации. То, о чем я говорил вначале, парадокс. Американцы взяли на вооружение Деголевскую концепцию глобального НАТО. И теперь НАТО мыслит себя именно как глобальной организацией. Теперь у них есть интересы и в Средиземноморье во всем. И Аукус. Есть разные планы. Могут Аукус вообще частью НАТО сделать. Могут оставить как есть. И говорится об Африке, и других частях света. То есть, это уже такое расползание большое. Это какой-то уже другой этап истории НАТО. Чем он закончится, Бог его знает. Но я еще что хочу сказать. Я вот сказал, что были нарушены условия в плане нераспространения военной инфраструктуры Польши и Румынии. Но было еще другое продемонстрировано. Что НАТО не остановится перед военным конфликтом. Югославия, 1999 год. Дальше Ливия, 2011. И фактически второй Ирак, хотя НАТО как организация в этом отказалась участвовать из-за позиции Франции и ФРГ, но многие страны НАТО практически там участвовали. Справились без них. Да, справились без них. То есть, было продемонстрировано, что они готовы воевать и готовы двигаться. И готовы под формальными предлогами просто игнорировать любые договоренности. И вот поэтому финальная стадия – это отказ подписаться под нашими предлагаемыми гарантиями безопасности. И вот то, что мы сейчас имеем. И вот если мы глядим в ретроспективе, мы смотрим на НАТО и понимаем, что сейчас уже даже нельзя сравнить это НАТО с тем. Там решения принимались куда разумнее. Куда разумнее. Более того, у нас был прекрасный делок тогда и с Западной Германией, особенно после Вилли Бранта. У нас были прекрасные отношения с Францией. У нас были разные отношения с Великобританией, но вы бы видели, как Тэтчер костерила Рейгана за то, что тот не давал покупать в Великобритании русский газ, когда шла эта сделка. То есть, если надо, там прилетало всем. То есть, мы имели дело с крупным военным блоком. Но, во-первых, мы имели сопоставимые с ним силы. А, во-вторых, лидеры ведущих стран этого блока обладали политической субъектностью. Магарет Тэтчер, Франсуа Миттеран, например, если брать 80-е. Серьезные были люди. Гельмут Шмидт, Гельмут Коль. Ну, попробуйте. Когда была история, американский журналист стал пенять Гельмуту и Гельмуту Шмидту, вот вы русский газ будете покупать, помогать их экономике. А на что они сказали? Так что вы говорите? Это вы им помогаете. Они же ту валюту, что берут от нас, на неё покупают у вас, у американцев, зерно. И когда журналист спросил, вы хотите сказать, что если вы откажетесь от русского газа, нам не надо продавать русским зерна? Как бы сейчас ответил какой-нибудь Шольц? Промолчал бы. А Шмидт сказал, ну, хотя бы. Если вы нас это требуете, сами-то немножко не делайте то же самое. То есть, мы имели блок, который для нас представлял военную угрозу, но мы могли ответить адекватно. И мы имели адекватных политических лидеров, которые обладали политической субъектностью. Что мы видим сейчас? Организация с тем же названием, но по сути иная в принципе, которая непонятна, то ли глобальная, то ли не глобальная. Значит, НАТО, то НАТО времён Первой холодной войны, не развязало ни одной войны. Нет. Первая военная операция НАТО, вообще первое применение НАТО военной силы, это 94-й год, они сбили 4 самолёта боснийских сербов. Тогда была в Боснии война, ведь НАТО ещё до Югославии воевала в Боснии, это был 95-й год, и всё закончилось с Дейтоновскими соглашениями. Первая в истории НАТО применение военной силы, 94-й год, в февраль, по-моему, сбили они 4 самолёта боснийских сербов. НАТО в годы холодной войны не воевала как организация. Была действительно, как ни странно, прям как империалисты писали строго оборонительным альянсом, причём адекватно реагировавшим на запросы с советской стороны. То есть, был диалог. НАТО сейчас, против, такой вот шайкулейку, где субъектностью не обладает, ну, разве что Виктор Орбан, премьер-министр в Венгрии исключительно. Девский, да. Вот. И всё. И вся эта конструкция разрослась непомерно, не соблюдает никакие правила ограничений, в принципе не соблюдают. Развязала уже война в Боснии, война в Югославии, война в Ливии. До этого, де-факто, война в Ираке, хотя она так как организация не участвовала, развязала, поучаствовала ещё и в войне в Афганистане, чёрная идея на краю земли, хочет сдерживать Россию и Китай одновременно. Это, знаете, вот вдумчивый, расчётливый, сильный, но уверенный и умный, респектабельный европейский джентльмен против придурка, как обезьяна с гранатой, фактически. А чем, вот объясняю, такое падение качества элит, это всё-таки, как мне кажется, это некие граждане, которые стоят у руля. Граждане абсолютно безмозглые, невозможно объяснить, чем с вашей точки зрения. Балансирование на грани войны в 50-е годы, серьёзнейшая ситуация, два берлинских кризиса, Карибский кризис, постоянная угроза войны, а главное, наличие во власти лидеров, прошедших Вторую мировую войну, а их было немало. Кеннеди воевал, он чуть не погиб на Тихом океане. Эйзенхауэр был командующим обвиненными силами союзников в Европе. Да даже Буш-старший там на каком-то самолете летал. Буш-старший был лётчик, он летал... Спасался от акул, да. Да. И... Деголь вообще молчу. Вот. Иден тоже, это министр военного времени. Товарищ Брежнев. Малая земля, между прочим. То есть, у власти там и там находились люди, как Гельман Шмидт говорит, у меня много проблем с Брежневым. Но я знаю, Брежнев войны не хочет. Я не хочу. Зачем нам это? В Советском Союзе, Германии снова в это вписываться? И тогда было больше ответственности. Эйфория победы в холодной войне привела к власти... Вот в Америке хорошо это читается. Буш-старший и Клинтон. Кроме того, политика шалопай. Да, два он стоят. Клинтон реально, ну, извините, не люблю ни академические эпитеты, но кроме как слова шалопай, к ним ничего не вяжется, особенно при раннем Клинтоне. Он просто несерьёзно к этому относился. Несерьёзно. Пропала серьёзность. Пропало чувство того, что всё может закончиться большой бедой, если не думать головой. Оно пропало. Оно долго пропадало. Ещё в 90-е, как-то ещё туда-сюда. Нулевое пропало окончательно. Просто окончательно. Стратегическое мышление заменили, скажем так, сиюминутная политика. И сейчас, хотя у нас тема беседы НАТО, я сделаю очередное отступление в части, касающейся, почему Америка упустила Китаю. Сейчас недавно Путин на ВЭФе сказал. Поздно вам Китай-то догонять. Всё, ребят, поезд ушёл. А когда могли? А когда могли? Америка приступила к сдерживанию Китая где-то в промежуток между 2011 и 2013 годом. Тогда, когда вот в 2012, в 2013, в декабре 2012 первая релокация серьёзно-американских сил на Тихий океан, базы в Дарвине, Сингапуром они стали играться. То есть, при позднем Обаме Америка решила, что Китай надо сдерживать постепенно мягко, а Трамп всё уже обострил. Только тогда. И, кстати говоря, сдерживание американцами Китая – это ответка на китайские инициативы шёлковых путей, морского и сухопутного. Они были озвучены Китаем в сентябре и в октябре 2013 года. Как раз примерно одновременно с началом американской политики сдерживания. А что их так тревожит в этих путях? Я сейчас скажу, но в другом. Глядите. А когда можно было? А в 2005 году экономика Китая была примерно как Германия. А сейчас в четыре раза больше Германии. Когда? Взородыши давить надо. Можно было в период с 2000 по 2005, 2006 примерно. А чем американцы занимались в это время? Ираком, и Афганистаном. Откуда в голове у администрации Буша-младшего возник проект Great Amelist, Большого Ближнего Востока, и его вот эта вот переконфигурация, что непременно надо влезть в эти арабские революции, всех там поменять. Вообще им должно быть до лампочки. Мубарак там или не Мубарак? Кто там в Саддам сидит в Ираке? Да пусть сидит. Не это главное. У них на глазах рос конкурент. Но они в этом своем величии настолько упустили, они разучились мыслить стратегически. Меня, извините, опять перевью, меня вот другое смущает. У вас же есть шпионы кругом, у вас же есть разведка, у вас есть аналитические центры. Ладно этот ваш главный балбес? Так за спиной же стоят люди, которые тебе на пальцах могут объяснить, где действительно страшно, а где ерунда какая-то тебе мерещится. А там, видимо, уже все поменялось настолько, что этой самой разведке говорят, мне данные нужны вот такие, подтверждающие мою точку зрения. Они другие. Вот это мне неинтересно. Я сейчас вам расскажу очень смешную вещь из архивов НАТО, которая является иллюстрацией к тому, что вы сказали. Как вообще, в чем ловушка ведомственной аналитики? В том, что почему нужна всегда независимая гражданская закрытая экспертиза? Почему на стол главе государства должна ложиться ведомство аналитика от разведки, от контрразведки, от МИДа, и абсолютно независимая аналитика гражданская, про которую ведомства не знают? Об одной и той же. Почему? Я в архиве НАТО смотрел документы по Ближнему Востоку, и вот где-то, по-моему, конец 50-х нахожу доклад. Разведчик американский сообщил, в Дамаск прилетело два советских самолета. Прилетели и улетели. Ну, что-то как-то необычно. Что они там делают? Это все идет резиденту, не помнишь, условно, в Бейруте. Он пишет по-другому. Появляются сведения о начинающемся советском военном развертывании в Сирии и в Вашингтон. В Вашингтоне. Это все другой формат. Есть достоверная информация о проектах масштабного советского военного развертывания в Сирии на Ближнем Востоке. Цель – нанесение удара флотской группировки НАТО в Восточном Средиземноморье. Это все ложится еще более высокому начальнику, и там написано «Ужасы, катастрофа! Русские танки рвутся к Дамаску!» Все пропало. Ну, примерно так я утрирую. Если вы возьмете изначальный доклад разведчика на месте и финальный, вы увидите, что финальный – это полное, тотальное вранье на 100% отличающееся. Но это все прошло. Это может работать и в обратную сторону. Это я, извините, опять перебьюсь. Когда Обама сказал, что российская экономика порвана в клочья, тебе кто это говорит? Ему сказали, и цифры дали. Вот ему сказали, и цифры дали. Люди, которым, по всей видимости, вот так вот сверху спустили, мне найди вот это и расскажи мне про это. Это есть. Подтверждающая мою точку зрения. Потому, что это может работать и в обратную сторону. То есть, можно преувеличить масштаб угрозы, а можно преуменьшить. А потом американский эстеблишмент, что демократически, что республиканство так спелся с китайским бизнесом и китайскими элитами. Вот Генрих Киссинджер, кстати, умный человек, но сейчас постоял и немножко сдал. Зазбоил дедушка. Сто лет уже, да? Да. Но что сделал Киссинджер? Сразу об его заслугах. Как Киссинджер, какие поражения Советскому Союзу он нанес лично в холодной войне? Первое, самое главное. 1972 год. Визит Никсона и Киссинджера в Китай. В встрече с Мао Цзэдуном. И Китай просто из противника как СССР, так и США превратился в союзника США. Это вообще крупнейший успех. Второе, то, что в английской историографии называется Egypt Relignment, то есть переход Египта из числа советских союзников к американским. Кэм Дэвид и Четвёртая арабо-израильская война, 1973 год. Киссинджер сумел убедить Израиль отдать Сина Египту под условия мирного договора и отхода Египта из числа союзников СССР. 1974 год, вот этот египетский реалайнмент, то есть пересоюзничество. Два, крупный успех. Третий, выход из Вьетнама. Да, с потерями, но могло быть гораздо хуже. Вот эти три вещи. Если ещё мы... Силён дедушка был. Если ещё мы вспомним, что Киссинджер прижал руку к перевороту Пиночета и убийству Сальватори Альента, ещё кое-что сделал там в других местах, мы увидим, что солидный у человека послужной список. Человек абсолютно авторитетный. В академической среде он доктор наук, у него есть прекрасные работы, ранние есть у него работы, которые у нас, кстати, в русском переводе в иностранке в Москве лежат, ядерное оружие, внешняя политика у него работа прекрасная, беспокойное партнёрство. Про НАТО, кстати, когда свою диссертацию по кризис довериям НАТО писал, я читал работу Киссинджера, очень чётко он всё расписал, практически я всем солидарен на вопросах за авторитетом, да. Неглупый старик. Но ведь на чём Киссинджер? Да, Киссинджер единственный человек, который совмещал посты помощника по национальной безопасности и госсекретаря в какой-то момент, единственный в американской истории, авторитетный человек. Чё он сделал после того, как ушёл в отставку, кроме того, что везде выступал? Он стал одним из основных лоббистов КНР в США. Посмотрите, вот сейчас было паломничество к Си Цзинпине, приезжали. Энтони Блинкен недавно, Джанет Йелленд, министр финансов США, Джон Кэрри, это бывший вецепрезидент главный по климату, как к ним отнеслись, вот так. Приехал Киссинджер, Си Цзинпин, здравствуйте. Другое дело. Обед его честь. Все вот так, китайцы по линке с него сдувают. Друг. Ну, другу сказали, времена немножко поменялись, но ты друг. Был друг, мы тебя помним. Совсем можно. Киссинджер – это один из самых главных лоббистов, и таких лоббистов много. На самом деле Китай сумел создать у американского политического эстеблишмента образ такого добряка и вечной фабрики без серьезных геополитических амбиций. Целенаправленно это делал Китай? Думаю, нет. Китайцы просто создавали себе хороший имидж США и работали. И они так убедили американцев, что эти планы, что для них было несколько внезапным узнать, что полетел Си Цзинпин в сентябре 2013 года в Астану и объявил о сухопутном шелком пути. А что это им дает? Товарные потоки. А что, и так пароходы через Суэц не идут? Или что? Меньше, больше? А кто контролирует морские коммуникации? А что значит контролирует? Для тупых совсем. Что значит? Никто же не перекрывает, что ты туда не пылешь? Пока не перекрывает. А могут и перекрыть, если что начнется. Китай не является сейчас, но пока Си Пауэр, что называется, глобальной морской силой. А Китай построил себе такой резервный маршрут для товара оборота. Строит, вернее. Вот этот шелковый путь в нескольких вариантов. И через Россию, и через Казахстан, и вообще мимо России и Казахстана. И в октябре 2013 года, через месяц после Астаны, Си Цзинпин приехал в Юго-Восточную Азию и сказал, что мы еще будем делать морской шелковый путь. Альтернативный, да. Через Южный морской? Нет? Нет, через Южный тоже, но свой. Получается, что американцы теряют контроль над товарными потоками. То есть, получается, единое экономическое пространство Евразии, крупнейшего материка вообще на планете, где живет большая часть населения. Так называемый Хартланд. Хартланд, да, это Макиндер. Они материальные, британцы и отчасти американцы. Хороший Макиндер, извините, опять перебью. Я книжку купил, но еще не прочитал. 1904 года, это работа, по-моему. Хороший. Она хорошая, понимаете, но... Молодой времени прошло. Вы знаете второй закон диалектики? Любое явление, которое в своей самой концентрированной форме, условно говоря, оно превращается в собственную противоположность. Они настолько увлеклись геополитикой, что реально в нее поверили. Ну, это, скажем так, вот у вас есть предмет исследования, вот у вас политика. Вы должны испробовать в политическом процессе одновременно набор методов. Если сказать только геополитикой, так же сдуреть можно. Хармон какой-то. Вокруг него Римланд этот весь. Да-да-да. И надо... Нельзя руководствоваться при политическом анализе в мировой политике исключительно одной концепцией. Ну, потому что вы зайдете в тупик. Вы из нее сделаете религию. Просто идете в религию, поверите в нее. А когда все это рухнет и пройдет деклерикализация, вы же сами попадете. Вы станете заложником монополизации собственного сознания. Да, геополитика – это интересная вещь. Но ее надо применять для анализа совокупно с набором других методов. Это называется системный подход. А вот в Великобритании, в США, они, собственно говоря, слишком увлеклись этой историей. Поразительно. Слишком увлеклись. Вот я, как обыватель, я все время себе вижу... Вот, например, взять Британию. Я себе вижу следующим образом. Вот эта великая колониальная держава. Великая, безо всяких скидок, кривляния. Англия – это крайне серьезная страна. Да, бескривляния серьезная. Очень серьезная, богатая история и традиция. Как она ухитрилась стать вот такой применительно к капитализму. Вот я, как обыватель, это вижу, что там научились выращивать крайне серьезную элиту. Она очень хорошо образована. Она крайне хитрая, при этом хищная, агрессивная. За счет этого они грабят всю планету, поскольку у руля стоят грамотные люди, которые могут на Индию напасть, Пакистаны какие-нибудь, вообще все на свете захватить, сосать оттуда соки. Ну, и вам, так называемому народу, тоже там что-то капает. Сидите, не воняйте там тихо. Живете лучше, чем в других местах. И вам говорить не надо. Вот воспроизводство элиты налажено. И благодаря этому эти страны хорошо живут. Ну, до поры до времени. И вдруг, внезапно, ровно то же самое, что вы говорите, когда какую-то ахинею в разведсводках несут, и выше-выше превращается все в какую-то полную противоположность и какой-то горячечный бред. И вдруг тут, вот вчера в ваших Гарвардах и Оксфордах, я уж не помню название, где у них там эти частные школы, которым по 600 лет, где они выращивают людей определенного типа, которые великолепно решают задачи определенного типа. Итанский колледж. Из него вышло большинство премьер-министров Великобритании. Итанский колледж в Оксфорде. И вдруг это прекратилось. И вдруг вы начинаете продуцировать каких-то дебилов откровенных. Каких-то Борисов Джонсонов. Откуда это берется? Что это такое? Борис Джонсон это лучший представитель. Его нельзя обижать. Он цитирует литературное произведение по памяти. На самом деле Борис Джонсон, ну, он выглядит как фрик. Но, скажем так, с общим интеллектуальным развитием у него все в порядке. А вот у других действительно есть на их фоне, он звезда. Реально. При этом вот применительно к нам. Вот применительно к нам. А нам наоборот. 30 лет рассказывали пацаны. Самое главное это демократия. Выборы из двух и более кандидатов. Кого? Настороженно спросили русские. Ну, вот сейчас устроим открытые выступления туда-сюда. И за кого голосуют? Голосуют за Горлопанов, который больше всех наобещает. И ничего не выполнит. И никакой ответственности за это не несет. И вот получается, с одной стороны, фабрика по производству хищной коварной элиты. А вам демократия. В рамках которой, не пойми, кто будет приходить к власти, не имея никакого опыта управления, подготовки. И у вас все будет валиться, сыпаться. А мы будем смеяться и говорить. Ну, что же делать? Вы такие тупые. Унтерменши. У нас-то видите, как хорошо все. Потому, что выборы. А у вас все плохо. Потому, что выборы. Ну, так нечестно. Но, повторюсь. И там все сломалось. Все сломалось. Все сломалось. Это удивительно. Британский ритм держался до последнего. Но ее надломило отсутствие конкуренции. Холодная война закончилась. И, конечно же, скажем так, они... Ну, сколько веревочек не биться, понимаете? Можно контролировать. Можно играть на противоречиях. Но все-таки потенциал Британии сильной державы, он до американского не дотягивает. Где-то будут проколы. И там, и тут, и здесь. И на самом деле, если в целом говорить про деградацию западных элит, это отсутствие конкуренции. Во-первых, ушло поколение, помнящую войну. Во-вторых, ушла вообще холодная война. Конкуренции нет. Ну, нет конкуренции. Все. Не на кого равняться. Не с кем бороться. Исчезла конкуренция. И США ведь то же самое. И Франция то же самое. И Германия то же самое. А мне кажется, что с ними еще и эта самая демократия при наличии интернета сыграла просто злей лишнюю шутку. Я во многих школах учился. И еще маленький заметил на нижнем социологическом уровне. Вот класс. В классе есть крутой мальчик и крутая девочка. Вокруг которых формируется пристиж. Тут мальчики, которые тоже крутые, но не очень крутые. Либо которые хотят примкнуть, так сказать, к этой шайке. И у мальчиков, и у девочек. Они внутри себя общаются. У них там какие-то дни рождения. Куда они приглашают друг друга. Ходят туда-сюда. Дружат. Любят друг друга. По-всякому бывает. А есть серая масса. Которую вообще ни по какому вопросу никто не спрашивает. Вы идиоты. Как в тюрьме. Под нарами сидит ряд граждан. Вот и эти такие же. Никому не... Твое мнение никому не интересно. Тебя никакие дни рождения не зовут. Вообще никуда ничего. Это вот в рамках демократии внезапно появился интернет. И в этом самом интернете голос-то получили все. А ты их еще и не видишь. Этих людей. Ты не знаешь, кто это такие. Анонимность там и всякое такое. И вдруг этот голос из-под нар стал обретать какое-то серьезное звучание. Походу получилось так, что внезапно уравнялись мнения. Вот здесь у тебя академик. А тут пятиклассница, девочка. Мы к девочкам совсем уважением. Но пятиклассница и академик это разное. А в интернетах это имеет абсолютно одинаковый вес. А что ты рот затыкаешь? Это жизнь у тебя что ли? Вы правы. Революция трех. Знаете, что произошло? Первое. Доступна масса в интернет. Доступ откуда угодно. С хорошей скоростью. Второе. Это социальные сети. Где все есть. Найти друг друга в интернете. И третье. Смартфон. Когда все это было с ноутбука и со стационарного компьютера, было сложнее. Сейчас все. Сели. Сюда. Сюда. И это такая... Может быть, назвать это уместно гиперболизация информационного пространства. У него стало много везде. И все доступно. И все мнения есть. Конечно, в таком обществе очень сложно быть элитой. Невозможно. Невозможно. Тут каждое... А мое мнение другое. И оно ни на чем... Это как у нас... Товарищ профессор нам тут пример приводил. До Луны там 7500 километров. А я считаю, что три. Почему? Такое мнение у меня. Я не ходил, не проверял. А мнение и спорить невозможно. Потому, что он идиот. Что ты ему докажешь? Это тоже. Да. Мир меняется. И вот такое разрастание информационного пространства, конечно, бьет и по элитам в том числе. Но самое главное из всех этих причин, я все-таки считаю, то, что прекратилась сильная конкурентная борьба в мировой политике. И безопасность. Ну, да. А что такого? А ничего не получится. А войны-то с бармалеями, с тапками, что их побомбило, а у них ничего и нет. Ну, я вот, глядя на известную державу, где счет жертв уже идет на сотни тысяч натурально. Это самый большой конфликт в Европе со времен окончания Второй мировой. Вам что, вообще ничего в башку не приходит? А как же... Они ожидали. Без дураков. Европейский гуманизм, который к нам оттуда пришел на всякий случай... Это никто не знал, что будет такого масштаба. Не предполагали. Не предполагали. А вот это разведка, да. Вот это у вас аналитики работают. Это же вообще застрелиться и не жить. Так может прекратить? Не. Давай еще оружие поставим, посмотрим, что завтра будет. Ну, их как шарахало. Когда началась военная операция, главным мнением было в западных элитах и британских, американских все закончится за 2-3 недели. Русские возьмут Киев через 3 дня. Это начальник комитета объемных начальников штабов в объемном комитете, аналог генштаба. Милли генерал говорил, 72 часа возьмут. Потом качнул в другую сторону. Да нет, они русских разгромят очень быстро. Сейчас им танков только подкинем. Отсутствие вот такого, знаете, стратегического планирования. В принципе, вот ноль. Ведь как надо было действовать по-моему американцам? Ни в коем случае не допустить блока Россия-Китай. Как не допустить? Да отдать русским постсоветского пространства. Хотите там сферу влияния? Берите. Хотите там... А Китай наш. Но если у нас будут терки с Китаем, вы по отношению к нам занимаете позицию благожелательного нейтралитета минимум. Ведь нейтралитет может быть разным. Есть вооруженный нейтралитет. Если у тебя сосед с кем-то воюет, а ты ему говоришь, я тут армию подогнал. Я подумаю, может стукну, может нет. Но пока я нейтрал. Это нейтралитет вооруженный. А есть нейтралитет благожелательный. Когда сосед твоего воюет, ты ему говоришь, ты не беспокойся. Я тебя не трону. Ты все войска с моей границы снимай, и вот туда против противника. А я вот твой належный тыл. Так вот, от нас могли требовать минимум занять позицию благожелательного нейтралитета. А то и помочь. Да. Подсоветское пространство. Да забирайте их всех. Нафига оно надо? Вот американцам нафига оно надо? Мое, я как обыватель, все время думал, что их главная задача, это вот то, что они сделали с Украиной, они то же самое должны были сделать в отношении нас и Китая. Они нас должны были натравить на китайцев, чтобы мы с ними воевали. Вот если они там заварушку какую-то, а мы, как сторонники США, должны были вписаться и не принять на себя основной удар, но принять активное участие. Вместо этого нас, этому Китаю, в объятия просто запихали. Насильно. Они же... Их к нам, нас к ним. Их провоцируют, нас провоцируют. Потому, что из этого можно делать вполне логичный вывод. Даже не читая секретных документов. Потому, что в своем внешнеполитическом планировании политическое руководство Соединенных Штатов исходит из того, что их сил хватит на одновременное сдерживание России и Китая. Они так полагают и в это верят. Ничем другим нельзя объяснить вот это. Ну, либо феерической глупости. Вы знаете, в теории международных отношений, я ей все-таки занимался, теорией международных отношений всегда все ученые исходят из того, что актор, игрок на международной арене ведет себя рационально. Наиболее рациональным способом. Потому, что если ты предположишь, что он дурак, то непонятно, насколько дурак. И весь научный анализ валится в псу под хвост. Извините, потому, что есть же критерии научного исследования. Ты считаешь, что дураков нигде нет. Ни в государстве А, ни в государстве Б. Любая из этих стран исходит из понимания своих национальных интересов и действует наиболее оптимальным рациональным способом. Так думают ученые. И по-другому думать они не могут, иначе нельзя проводить исследования. Так вот, в реале на практике мировой политики это вообще никогда не так. Не работает. В принципе не работает, да. И вот действительно американский политический эстеблишмент в самом деле думает, что он справится не просто со сдерживанием, а сдержать и победить Россию и Китай вместе. Они так считают. Разубедить их в этом... Можно только военным путем. Поэтому мы и пришли к тому, что на самом-то деле, когда начиналась первая холодная война... Если пройдем в параллель. Первая холодная война, по-разному ее начинают. Считают, что это фултоновская речь 1946-го. Это неправильно, что Черчилль, когда фултон не выступал, он не был официальным лицом. Он уже не был премьер-министра, это был частный гость. Я что угодно могу сказать, слушать, что будет кто-то. А если там скажут, министр, это другое. Это скорее 1948-й год. Первый берлинский кризис. Это уже реальное проявление. Не попишешь. И закончилось все, я думаю, даже не 1991-м годом, а закончилось все, видимо, в 1989-м. Все уже договоренности по Германии. 48-й, 1989-й. А когда вторая холодная война началась? Есть дата? Есть. Потому что, когда Джозеф Байден победил на выборах и давал первую пресс-конференцию в качестве президента, это январь 2021 года, он прямым текстом сказал, мы находимся в состоянии холодной войны между демократиями в лице США и Великобритании и автократиями в лице Китая и России. Все это было названо на первой же пресс-конференции. Можно считать, что эта холодная война началась в январе 2021 года окончательно. Трамп ее вести не хотел. Он ее уклонялся всячески, как мог. Он даже немыслимый. Иран нанес удар по американской военной базе в Ираке, ракетной, в ответ на убийство Косема Сулеймани. А США не нанесли ничего. То есть, человек уворачивался от холодной войны, как мог. Уже он вертелся, и то его нехорошо с ним так поступили. Она началась в январе 2021 года. А здесь, в общем-то, Байден сыграл роль Трумэна. И тут, и тут демократ. Что значит, когда она начинается, идет фаза становления. Любая система международных отношений проходит несколько фаз. Это не я придумал. Например, один из ученых, кто продвигал эту концепцию, это мой научный руководитель Александр Ильич Манныкин. Американист известный, у него работа есть такая. Я с этой концепцией согласен. В общем-то, и немало ученых разделяет, что фазы. Можно по-разному считать, какие они фазы, но в целом выделяются. Первая фаза – становление. Применительно для биполярности – это 1945-1947. От окончания войны до Парижской конференции 1947 года, мирные договора с союзниками Германии, становление. У нас становление практически весь 1921 год заняло. То есть, объявили холодную войну, дальше мы стали ставить письма по гарантии безопасности в НАТО, туда, военное учение. Не договорились. И тогда, в 1947-м, не договорились. И фактически эта аналогия сильно хромает, но чисто с академической точки зрения аналог специальной военной операции – это первый берлинский кризис, блокада Берлина. Конечно, масштаб несопоставим абсолютно, но по действию, да, это где-то так, если чисто теоретически рассматривать. А как называется вторая фаза, которая идет за фазой становления? Фазой консолидации. Что это такое? Когда стороны тестируют красные линии друг друга. Уже слово нарицательное. Красные линии, если вы это сделаете, мы то, да, мы вот так. Да, вот Мария Захарова любит красные линии у нас на выражении. Это фаза консолидации. Стороны провоцируют и тестируют друг друга. Первая холодная война, когда была фаза консолидации? Это 1948 год, первый берлинский кризис, и закончилась она Карибским кризисом октября 1962 года. В этот период очень яркий, фактически 1948-1962, 14 лет, уместилась такая куча событий, которая могла уничтожить человечество. Блокада Берлина и первый берлинский кризис. Трехлетняя кровавая побоище во время войны в Корее. Суэцкий кризис. Доктрина Эйзенхарова на Ближнем Востоке. Второй берлинский кризис, который начался, конечно, не в 1961 году, когда стену построили, в 1958-м с ультиматумом Хрущеву вывести войска из западного Берлина в 6 месяцев в западу, да, и дальше закончилась стеной. И, наконец, Карибский кризис. Вот так дотестировались. Когда на Кубе стало ясно, что дальше только обмен ядерными ударами, все сказали, ну да, договоримся. Здесь вот мы в самом начале фазы консолидации. И Украина только цветочек. Будут другие конфликты. Украина будет конфликт средней интенсивности. Ого. Будет похлеще. Будет похлеще абсолютно точно. Может и не быть. Может все сломаться. Нельзя сказать, что однополярность обречена на поражение. Нет. Борются разные концепции. Здесь многополярный мир, который, кстати, с точки зрения чисто военных угроз, многополярность, она ну, поопаснее однополярности. Когда у тебя одна сферодержава, понятные правила игры, тебе что главное? Сохранять хорошее отношение со сферодержавой. И твоя безопасность гарантирована. А в многополярном мире тебе надо играть. Вот выступал несколько дней назад Энтони Блинкен, госсвязь США, в одном из американских университетов, где он впервые сказал, что... Буквально несколько дней назад было, где он впервые сказал, что старого миропорядка хана. Закончился. Он там важный... Все тут же процитировали. О, гляньте-ка, американцы сказали, что хана, киевы молодцы. А он ведь сказал другую вещь. Страны начинают хаджировать риски. Вот это основное. Главный признак многополярности не в том, что все сказали американцы, а козлы, пошли вон, мы вас больше не слушаемся. Это праздникные послушания, это не многополярная система. Извините меня. И вот переход к многополярности начинается тогда, когда начинается хаджирование рисков. Что это значит? Малограмотных, да. Что это значит? Вот государство Альфа какое-нибудь. Однополярность чувствует себя прекрасно. Хорошие, ровные, спокойные отношения с США. А тут вот такая чехарда. И они, пытаясь одновременно сохранить хорошие отношения с США, выстраивают хорошие и приемлемые отношения с их противниками. Чтобы и там, и тут было хорошо. Называется перестраховка рисков. Что сейчас делает две трети стран мира? Они делают ровно это. Они говорят, да-да. Вот, например, я вел заявление министра иностранных дел Индии в прошлом году. Например, Бразилия говорил, как это мы за войну? Мы против войны. Это индийцы говорят, что мы считаем, что война это плохо. В том числе и война на Украине. Мы понимаем, почему русские на это пошли. Но мы считаем, что это было плохо. Ну, и что? Это не повод от отношения с Россией. И Бразилия то же самое. И куча стран. Это просто два примера привел. Все нормально, но пока мы в БРИКС пойдем. Посмотрим, как там. Просто они, не идя в сильные контры с американцами, пытаются наладить и иметь хорошее отношение с блоком Россия-Китай. Это хеджирование. Это главный, основной признак многополярности. Многополярный мир, с точки зрения безопасности, он даже куда опаснее однополярного. Значительно. Думать надо головой, крутиться как уши, ничего не гарантировано. В однополярном все просто. Поругался со сверхдержавой. Хана тебе. Знаете, как в анекдоте? Да, в Антарктиде нашли нефть, к кровавому режиму пингвинам недолго осталось. Недолго. Мучить жителей Антарктиды. Вот так и тут. Те главное, вот, и американцы до поры до времени свое лидерство, даже, например, профессор Богатуров дает ему Алексею, он употреблял термин «мягкая однополярность». Они же не всегда вели себя, как Джордж Буш-младший, и там Трамп и Байден. Мягкая. Они понимали, что есть пределы дозволенного, где есть, скажем, знаете, что это направление? Вот американцы обвиняли Советский Союз после ввода войск в Чехословакию в 68-м году, придумали такой термин «доктрина ограниченного суверенитета», где, как бы, как говорили американцы, СССР сказал всей Восточной Европе этим вводом войск. Вы можете быть абсолютно самостоятельны в экономике, в своей внутренней политике, пока вы не выходите из соцлагеря. Так и здесь. То есть, вы можете быть, говорят, американцы, что угодно творить у себя в экономике, если соблюдаете там и в политике, соблюдаете несколько условий, соблюдаете какие. Ну, относительно транспарентная политическая система по нашему образцу, чтобы мы могли видеть, что у вас там происходит. Закрытые системы сложно анализировать. Почему американцы так настойчиво требовали транспарентности и экспортировали демократию? Это помогало им разбираться. То есть, фактически, они под микроскопом могли рассматривать систему политическую других стран. Пойди проанализируйте. Как там Черчилль сказал про советскую систему? «Схватка бульдогов под ковром». Чёрт знает, что оттуда... Тайна, завёрнутая в загадку. Да, это про Россию. А про политическую борьбу в России у Черчилля есть цитата, что это «схватка бульдогов под ковром». Ничего не видно, но очень страшно. Бугры, бой, кровища периодически просто. Непонятно. Так это вот. Если вы выполняете ряд несложных условий, играете нормально, покупаете доллар как резервную валюту, у вас открытая экономика, у вас такая вот даже и не либеральная, но какая-то относительно либеральная политическая система. Вы не бросаете нам вызов. Живите вы, что хотите, делайте. Вот эта мягкая однополярность. Ну, во всём есть свои плюсы. Да, и она бы работала, а Китай за счёт этого выехал. Он выехал, а американцы проспали Китай. Его надо было душить в начале нулевых. Они дали им девяностые, нулевые и начало десятых. Всё, за двадцать с небольшим лет Китай ушёл реально в рвок, да. Значит, и вот это было так, да. Но на самом деле однополярность, скажем так, это плохо в том плане, что всё определяет одна сверхдержава, но и плюсы у неё были. Многополярность тут живи своим умом. Детство закончилось, теперь ты больше не подросток, не ребёнок, ты взрослый. То есть, реально все акторы, игроки мировой политики при многополярности должны вести себя как взрослые и ответственные. А там всё, никого нет. Сам ошибся, получил по балде. Риски не сумел, хеджировать всё. Но с точки зрения, конечно, если такое понятие, как справедливость применимо к международным отношениям, конечно, многополярность куда более справедлива. У тебя нет единого центра принятия решений. Ведь если схематически, геометрически рисовать эти системы, что такое однополярность? Солнце, круг, США. И на ближней орбиты болтается Англия, чуть дальше Франция, Германия, чуть дальше Россия, где-то тут на такой орбите Китай. То есть, это такая гелеоцентричная система. А что такое многополярность? Это несколько таких центров притяжения, и хаос, это броуновское движение между двумя, тремя центром сил. Но надо сказать, что многополярность более естественна для мировой политики. Всегда было такое понятие, оно появилось в историографии после Венского конгресса 1815 года. Концерт держав. Но он реально и раньше существовал. Всегда было 5-6 держав. Периодически они менялись. Первая система международных отношений – это Вестфальская система, 1648 год, когда появилось понятие национальные интересы, государственный суверенитет. Ведь до Вестфальской системы, извините, было дремучее средневековье в том плане, что суверенитет был не в государстве, а в личности суверена. Я владею тут Англией, парой графства Франции, и они завязаны на меня. Такого понятия, как интересы Англии, Франции, Бранденбурга не было. Это после Вестфалия. Тогда был какой набор великих держав? России там не было. Там были… Швеция, во-первых, там была. Там была Англия, Франция, Священная Римская империя, Австрия. Потом это всё меняется в рамках системы. Швеция уходит, Россия приходит. Говорят, что после Петровских, реально нет. Реально Россия доказала свой статус великой европейской державы в ходе семилетней войны. Швеция, где-то там русские, прибалтики борются со шведами. А тут бах, все первоклассные армии. Какие сильные ребята. Ну, надо как-то договариваться, да. Принимать во внимание. Да, менялось всё это дело. Да, и, кстати, Пруссия тоже появилась именно тогда, как великая держава. Кто, как только была Вестфальская система, заработала в 1648 году. Никакой Пруссии. Там нет, Бранденбург был, третий разъядная держава. Это всё выросло при Фридрихе I, Фридрихе II. Всё это менялось. Классика Венского концерта 1815 год после Наполеоновских войн. Англия, Франция, Австрия, Пруссия, Россия. Пять. Пять держав. А потом всё это жило-жило. Добавились США в конце 19 века, начале 20-го. Потом Япония после русско-японской войны. Всё это семь. Всегда было пять, шесть, семь центров силы. Однополярность, аномалия. Такого не было никогда. Просто никогда. Да, и биполярность, аномалия. Такого тоже не было никогда. Такое ощущение, что система концентрировалась. Концентрировалась. Там две, одна. Потом ба-бах и рассыпалась. То есть, с точки зрения исторического процесса, можно предположить, что это естественный процесс. Ведь если вот эти события начали с НАТО, а закончили сегодня больше чем угодно. Если анализировать этот процесс с точки зрения теории международных отношений, что можно сказать? Чем ещё все эти разборки закончатся? Понятно, что будет новая система международных отношений. Новая какая-то. Названная как-то по-другому. Но США останутся как великая держава после всех этих разборов? Да, останутся. У них точно есть потенциал. Ну, вопрос ослабленный, не ослабленный. Россия останется? Да, скорее всего останется. Всё зависит от того, как воевать будем, что называется. То случай, когда у нас всё решается на поле боя. Мы сами такую ситуацию создали и сами героически преодолеваем. Останется Китай? Да, останется. Останется Европейский Союз? Что его будет? Вот, в самом деле, на вопрос, а кто главный проигравший с этой историей? Немцы, наверное. Европейский Союз как организация. И там же надо делить. Есть национальные европейские государства, а есть брюссельская бюрократия. Это разные вещи. Там Индия станет великой державой. Она уже и является. Вот, конечно, недавно это скандальное интервью Михаила Подоляка, советника Ермака, который сказал, нет, у них интеллектуальные мощи в Китае и Индии. Все уже обстебали. Он сказал, что они так поняли. Мы всё вырвали из контекции. Конечно. Сволочи проклятые пропагандисты. Но мы привыкли советский фримутор считать Индию. Это страна третьего мира. Мы ей помогаем. Хинди, Руси, Пхай, Пхай. Какие-то минутка статистики. Если считать валовый внутренний продукт по приоритету покупательной способности, самый объективный показатель, Индия – третья экономика мира. Вот так. 11 триллионов долларов. Первое место – Китай, второе – США с большим отрывом, первая двойка. Потом Индия, но разрыв дальше, ниже от Индии, огромный. Следующий – это Япония, потом мы. И Германия. Вот Япония, Россия, Германия примерно на одном уровне. У каждого чуть больше пяти триллионов. У Индии – одиннадцать. Две Японии, две Германии, две России. Почти три Франции, три Великобритании. То есть, почти в три раза экономика Индии происходит в свою бывшую митрополию. Они запускают аппарат на луну. Конечно, это великая держава. Будет Индия великой державой? Да, она уже и является. Будет Бразилия. Будет Бразилия. Но, возможно, варианты. У них там больше двухсот миллионов населения, крупная страна. Возможно, варианты. Появится кто-то в Африке сильный. Я вот… Периодически мне приходится бывать в Африке. В Эфиопии. Вот недавно была саммита Африка. Я вот для статистики взял… У меня, как историка холодной войны, постоянно в голове население то, того эпохи. Ну, вот посмотрите численность населения. Самая населенная страна Африки какая? Богатая, нефтеносная. Первое место. Нигерия. Нигерия. 212 миллионов, больше двухсот. Больше, чем в России. Дальше Эфиопия. Больше ста. Египет. Больше ста миллионов. Египет тот самый, кто мы едем отдыхать, больше ста миллионов. При Насаре, Гамале Абдали Насаре, 40 миллионов. Сейчас 106, по-моему, сложно посчитать. Половине Абди меньше 25. Да. Конго. Их же два Конго. Которая Конго Кеншаса, демократическая республика Конго. Посмотрите. Где гарантия, что там что-то не появится? Да, можно сейчас смеяться. Эти глупые нигериицы. Вообще ни над кем не надо смеяться в мировой политике. Потом будет не смешно. Потом будет долго смеяться. Вьетнам. Помним, мы Вьетнаму помогали во время агрессии Франции, США. Вьетнам. 100 миллионов. 100. Вьетнам. То есть, ну... Вот такая полосочка вдоль моря. Да. И это интересно. Турция. Иран 80. Иран и Германия равны по населению. Иран является великой державой, да? Он субъектен гораздо больше Германии. Еще как. Турция. Они несколько уже даже переуседствовали субъектностью Турки. Вот если можно найти более талантливого в таком дипломатическом фехтовании политика в мире, то это, конечно, Раджио Прадаган тут вообще первое место с большим отрывом от всех претендентов, да? Турция – это великая держава, да? Конечно. Египет – это великая держава. Ну, на региональном уровне точно. Ну, я думаю, что может подтянуться. Кто более субъектен в мировой политике? Турция или Италия? Наверное, Турция. Турция, да. Когда такое было? Самая большая армия в Европе. В НАТЕ. Пардон. Вторая постамериканская. В Европейской. В Европейской, да. Вот. И так далее, да? Мы не знаем, какая будет новая конфигурация. Это будет 2-3-5. Все говорят, что новая биполярность. Американцы любят это говорить. А что? Ну, да, одна полярность, мы согласны, ушла. Новая биполярность, место Советского Союза занимает Китай. Но Китай не является аналогом Советского Союза. Когда велась та холодная война, там было всё философски, политически и геометрически прописано. Две сверхдержавы, два военных блока, два экономических союза, да? Вот. Две идеологии. Ведь суть первой холодной войны – это борьба идеологии. А сейчас нет идеологических различий. Китай, конечно, можно сколько угодно называть социалистическим. Но надо же смотреть не доктринальное положение, а смотреть реальную практику экономическую, политическую. Китай, конечно, ведёт себя как капиталистическая страна по большей части. Пока маскируется. Ну, может быть. Но в любом случае мы видим, что Китай – да, но не только. Это будет более сложная конструкция, где будет, кстати говоря, помимо крупных держав первой линии, солидное авосько крепких середняков. Крепкие, которые могут допрыгнуть и больно стукнуть любую взорвавшуюся державу. Это будет очень сложная система, где главное будет политическое лавирование, выбор рациональной экономической стратегии. Почему американцы так расслабились и западные элиты в целом деградировали? У них было бесконечное право на ошибку. Неудачная интервенция – чёрт с ним. Значит, провал в экономике, напечатаем в деле количественное освягчение. Бесконечно. Знаете, играешь ты в ДУМ. Я в старших классах школы любил в 10 классе в ДУМ второй погонять. И там же из всех есть чат-коды. У тебя уровень гад, бесконечное здоровье, куча патронов. Ты идёшь и как на параде валишь всех монстров. Вот вам на Союзные Штаты. Бесконечное право на ошибку. В ДУМе там был такой режим, по-моему, самый последний, четвёртый, когда противник восстанавливался. Найтмар, да. Да, найтмар, кошмар. Поиграть на нём. Сейчас вот так. Любая твоя ошибка, любое нерациональное действие. Вот есть разные виды капитализма, да? Мы знаем из экономической теории. Есть ранний капитализм, капитализм свободной конкуренции. А есть монополистический капитализм, когда капитализм свободной конкуренции накапливает кто-то особо умный из капиталистов денежку, поглощает конкурентов, и монополия. Почему капитализм свободной конкуренции более динамичный? Любая прибыль сразу в дополнительное производство. Режем любые издержки. Думаем идеи, новые идеи, как обойти конкурентность. Бесконечный процесс. Настал капитализм монополистический, думать не надо. Не надо. Вот так и тут. То есть, теперь это борьба. А кто выиграет такую борьбу? Качество элит. Качество элит, это слово такое, у нас его заездили. Оно носит в английском языке, наверное, все-таки позитивную коннотацию. А у нас больше к скотине. Элитный производитель. Элита – это элитное жилье, это какие-то элементы пониженной социальной ответственности, кто угодно. Элита такое. Проще, наверное, говорить все-таки политическое руководство. Здесь эти слова элита, эстеблишмент. Я не против англицизма. Ну, только как бы есть разные коннотации. Вот качество политического управления. Скажем так, качество политического управления играет все. Если даже у тебя плохие стартовые позиции, если у тебя швах в экономике, если у тебя есть грамотные, качественные, эффективные управленцы, ты разыграешь свою партию. Так, ну, сядьте играть с каким-нибудь шахматистом, коряка, например, да, и уберите у себя, у него ферзя. Он вас сделает. Уберите у него ферзя и ладью. И тут вы попадете, и, скорее всего, вас все равно сделают. И если вы умеете играть в шахматы на уровне третьего разряда, примитивно как-то, он сядет, у вас бабахает, даже если вы ферзя и ладью уберете. Так и тут. Качество политического управления. А вот тут у всех проблемы. У нас проблемы, у американцев проблемы. И получается протестальная ситуация. В той холодной войне, чтобы победить, надо было какие-то достижения добиться, конкретная борьба. А сейчас из-за пониженного качества лид такое ощущение, что победит тот, не тот, кто придумывает умные решения. Кто меньше ошибок сделает. Налажают все много. Но кто меньше сделает ошибок, это плохо. Потому, что политическое руководство надо воспитывать. Помню, какая в Советском Союзе была школа. И в Америке своя школа. ТСИТа в Америке – это бесконечные выборы. Каждые два года выборный цикл. У них цикл идёт по два года. Промежуточные выборы, четыре года президентские. Там охренеть можно, чтобы выдрать праймарис бесконечный. На уровне школ. Надо стараться. Те, другие. Те. Надо выделяться. Ярко работать на публику. Предлагать интересные решения. Давать результат, в конце концов. Да. В СССР то же самое. Тот же Брежнев, прежде чем стал генеральным секретарем, он работал. И в Молдавии. И в Казахстане. Он перед Кунаевым работал. В Казахстане. Крупная. Целина. То есть, он успел поработать вот так, и его потом только он добрался до трудностей. То есть, обкатывали. Комсомольскали. То есть, другая система. Тоже будь здоров, конкурентная. Не даёшь результат, пошёл отсюда, вон идея. Другое место. А ответственность ещё какая была? Особенно при Сталине. Попробуй, сделай ошибку. И позже было мягче, но всё равно и при Хрущёве, и при Брежневе был отбор какой-то. А сейчас же этого нигде нет. Ни там, ни здесь. И тут ещё другая аналогия напрашивается. Ту холодную войну вели профессионалы. А этот дилетант. Причём со всех сторон. Они вообще плохо понимают. У них есть какое-то приблизительное, часто наигранное понимание, как было там. И они как-то пытаются какие-то свои флэшбеки наложить на эту ситуацию. Совсем новые абсолютно. И здесь что спасёт? Понятно, что опыта вести такое противостояние нет ни у кого. Ни у нас, ни у американцев, ни у англичан, ни у китайцев, ни у кого. Спасёт честность в анализе политической для себя, для самих себя. И грамотно выстроенная аналитическая работа. Поэтому мы уже коснулись темы независимой аналитики. Ведь это беда наша, но это и беда американская. Ведомственная аналитика. Ничего против не имею. Ребята работают качественно, профессионально. Но это ведомство с вертикальной интеграцией. Попадёт человеку, принимающему политические решения, только то, что нужно, чтобы к нему попало. Исключительно. Полное отсутствие независимой экспертизы. Как решается вопрос? Аналитика ведомственная, специфическая, должна всегда сопровождаться абсолютно независимой аналитикой. Вот, условно говоря, развитие кризиса в Нигере, например. Должны быть от госструктур анализа и одновременно от двух-трёх институтов, занимающихся этой проблематикой. При этом никто не знает, кто что пишет. И даже не знает, что они делают эту работу. Да, это не только сильно поможет. Здесь мы, кстати говоря, проигрываем нашим любимым партнёрам бывшим. Там-то есть много частных структур, которые просто дают... Стратфор какой-нибудь, например. Стратфор, Рент Корпорэйшн. Дают... Хотя у них и лизоблюдов немало. Посмотришь... Читать страшно и интересно. Да, Atlantic Council. Недавно совсем вышла прекрасная статья в The Economist, посвящённая анализу конфликта на Украине. Готов подписаться под 85% материала. Всё грамотно изложили, расписали. А в конце вывода? Но, судя по всему, у русских истощение их войск больше. Почему больше? Почему больше? Рейтсов атришн употребили, да? У русских больше. Почему больше? Кто вам сказал? Хорошо. Ссылка где? Какое у вас мнение? То есть, чётко, объективно объяснять. А в конце последняя абзация... Ну, Карфаген должен быть разрушен. То ли по идеологическим причинам материал бы не пропустили, то ли ещё... Верноподданность обозначить. Так и тут. Вот наличие очень сильной разносторонней экспертизы позволяет быстро учиться. Быстро учиться. Ведь на самом-то деле и политики той эпохи совершали серьёзные ошибки. Они же влезли во Вьетнам, мы влезли в Афганистан, британцы влезли в Суэц. Но они учились на ошибках, очень быстро учились на своих, а ещё лучше на чужих. И, скажем так, если читать доклады, аналитику того времени, западную, там виден честный анализ. Они даже перекручивали сторону объективности. Сейчас же читать невозможно. Абсолютно вот такое ощущение, что читаешь тексты позднебрежневского периода, там реально всё, вот учение большевиков правильное, потому что оно верно. Всесильно. А, всесильно, потому что верно. А, с учения большевиков, да, всесильно правильно сказали? Маркса. Маркса, да, да. Я уже подзабыл, да, давно сдавал политиканную экономию. Ну, так это я сдавал же экзамены, а последний раз эти, это был кандидатский минимум, это был 2001 год, уже можно было забыть тогда уже. А так-то, конечно, нас всё равно на эстфаке МГУ очень хорошо драли все вещи, правильно делали, кстати. Чем больше ты впитаешь себя, потом это в какие-то моменты как инструментарий выкладывается с головы. И вот сейчас посмотрим, это интересная гонка, может так статься, что это плохой сценарий, что многопулярно мир наступит, более справедливый, только Россия там великой державы не будет. Прецедента, да пожалуйста, вспомним Первую мировую. У нас есть нехороший прецедент, когда Россия была в лагере победителей и оказалась единственной проигравшей из этого лагеря. Почему? Не удержали социально-экономическую ситуацию внутри страны, переиграли в интриге в элитах. Вот и всё, комплекс причин. Политическая нестабильность и расшатанная социально-экономическая модель. Плохие принимали управленческие решения по модернизации экономики, по переводу её на военные рельсы, спровоцировали продовольственные перебои, наложилось одно на другое. И в итоге пришли к такому итогу. Это нехороший сценарий, он плохой для нашей страны. Надо помнить это, что мир-то будет справедливый. Только у тебя там не будет справедливой оппозиции, если ты не будешь себя адекватную политику проводить. Это очень серьёзная история. Сейчас всё зависит от нас. Если мы проиграем, это будут наши ошибки. Никакие не американцы, тем более не европейский союз. Они тоже старались. Они старались, но что бы они ни делали, проиграть мы можем только сами себе. Мы слишком большие и сильные. Мы, единственное, сами можем проиграть себе. Мы играем как сами с собой в шахматы. И вот этого бы не хотелось. Чтобы этого не было, надо просто начинать объективно оценивать и себя, и других, и не врать просто себе. У нас же, слава богу, война – это дело плохое, но слава богу, что эта война вскрыла во многих аспектах просто тотальное сплошное вранье, которое сейчас частично хотя бы исправильно оккупировано. Ведь, точнее, это ещё было, если бы мы в таком состоянии ещё дальше шли. По многим вещам. И хорошо, что это произошло. Может быть, это один из немногих позитивных факторов. И если мы не научимся в объективность, не научимся в нормальную аналитику, не научимся не шарахаться, не выбирать стратегию, исходя из каких-то личных интересов или интуитивно – нет. Исходя из чёткой научной картины. Не всё можно просчитать, но многое можно просчитать. Мы не должны играть в покер в мировой политике, мы должны играть в шахматы. Шахматы. Чапаева. Чапаева, да. Не надо доводить до Чапаева. Лучше обыграть противника в шашки и в шахматы классические. Доводить до Чапаева – нехорошо. И если мы в это научимся, да, нам будет лучше. В какой-то степени именно сейчас рождается Россия как «нашн стейт», как американцы говорят. Она не в 1991 году в декабре родилась. А современная Россия… Понятно, что Россия – это огромная и великая страна цивилизации, в этом право. Наконец-то мы пришли к тому, что мы страна цивилизации, мы же отрицали это, которая история идёт с IX века, централизованное русское государство конца XV века. То есть, у нас древняя большая история. Но, конечно, в этой истории разные государства по типу. Нельзя же сравнивать Московское царство конца XV века, например, с Российской империей или с Советским Союзом. Разные формы государственные. Вот форма государственности Российская Федерация современная, как национальное государство, только сейчас рождается. Вот сейчас в эти моменты происходит её рождение. Мы подзатянулись с этим процессом. То как бы определялись тем, то с этим. Вот сейчас она рождается. И она рождается, как обычно, эти роды происходят в условиях сложнейшего кризиса международного. Так всегда. Все государства так рождаются. Петровская империя так рождалась. Соединенные Штаты так рождались. Великобритания в своей истории несколько раз чуть было не теряла себя. Помним, там война за независимость США, крах первой британской колониальной империи. Вызов брошенный Наполеоном страшнейший. Вы заброшены Гитлером. То есть, тоже было не сладко. Мы, кстати говоря, с точки зрения являемся, я тут соглашусь, не я это сказал, не помню кто, но не я. Но это было в публичном пространстве. Одним из самых долгоживущих и устойчивых государственных организмов, если вообще брать ретроспективно. Мы любим себе создать проблемы, но мы пока успешно их преодолевали. Но не надо как бы, знаете, все на авось. Лучше все-таки понимать, что это очень тяжелая политическая работа. Вот так вот выстраивать. Начали мы про НАТО говорить, а пришли. Почему? Супра тоже. О судьбах России. А НАТО что НАТО? Ну, вечных альянсов не бывает. НАТО попадет в учебники истории уже точно, как самый долгоживущий военно-политический альянс. С 1949 года по наше время, больше 60 лет, это предмет исторического исследования, интересный. НАТО-образца Первой холодной войны – это одна организация. НАТО-образца интербеллума, если брать Первую и Вторую холодную войну – это другое. Сейчас НАТО уже что-то третье. Сейчас уже непонятно, как будет происходить интеграция НАТО и Европейского союза, которая тоже превращается в военную организацию. Это уже что-то другое. Это такой конгломерат уже, он тоже будет как-то оформляться. Или вообще исчезнет, или будет какая-то другая конфигурация. Ведь там же тоже много проблем. Например, вот на раз можно назвать самый такой яркий конфликтный блок внутри НАТО – Турция, Франция. Эрдоган и Макрон терпеть друга не могут. Франция заключает фактически военный блок с Грецией против Турции. В Ливии халиф Ахавтар поддерживает Францию, Египет, мы частично и те. Фаиза Сараджа, потому что уже в отставку ПНС, поддерживает Турция, Италия. То есть, уже вот так. Всё идёт очень по-разному. Поэтому бояться на это не стоит. Изучать его как исторический объект стоит. Отставить свои интересы, не допускать продвижения военной инфраструктуры вероятного противника к нашим границам надо. Это требование национальной безопасности. Просчитывать какие-то ситуации, вести политическую работу, повышая качество политического управления в стране всегда надо. Вне зависимости, ведём мы войну, не ведём мы войну. Выработать, наконец, свою национальную политическую модель без оглядки на других – это важно и полезно. Потому, что любой политический суверенитет начинается от независимой суверенной политической модели, которая эффективна в управлении и воспроизводит сама себя. Организм создает. Есть биосистема, а есть политическая система. Создайте её. Работа в этом направлении. Надеюсь, что потом же будут писать историки. Наговорили Алексею Дмитрию, чёрт-те что. Кистема только знали, что на самом деле происходит. Наговорили, чёрт-те что. Или, наоборот, скажут, посмотрите, ведь витало же в воздухе. Вот так вот. Как-то так. Да. С одной стороны страшно, с другой стороны интересно. Страшно интересно. Страшно интересно. Спасибо, Алексей. Спасибо большое, Дмитрий. Глубоко. Спасибо. Заходите к нам ещё. Все, кого заинтересовало, ссылки на YouTube-канал «Филипповский13» и на Telegram-канал «Пинта разума». Всё под роликом. На сегодня всё.